Мир выходит из оценки людей с точки зрения физического возраста. Эта инфа, она достаточно свежая. Мы видим детей во взрослых телах, и нужно в этом ориентироваться, чтобы не поехать кукухой. Оказывается, что они застревают в формальной зоне жизни. Они становятся дико тревожными, и вот половина населения сейчас замешается, большая часть. Нужно сначала понять, где ты, на каком-то уровне, в каком-то периоде эмоционального созревания. Сейчас мир выходит из оценки людей с точки зрения физического возраста. Знаешь, как раньше было? У тебя спрашивают, сколько тебе лет? Ты говоришь, я Вика, мне столько-то лет. У тебя сразу муж-дети есть, сколько лет детям, знаешь, сколько у тебя образования. То есть все измерялось возрастом. Вот если тебе 30 лет, ты должна была вот это успеть. Если 40, то вот это успеть, а к 50 еще больше. И сейчас мы выходим из оценки, сколько ты успел за количество лет, в понятие эмоционального возраста. То есть возраст психологический более интересен становится людям, нежели физический. И сейчас, когда ты говоришь, например, я Вика, мне 32, то всем уже интересно, а что ты успела понять про себя? Успела ты созреть как человечек? Обрела ли ты какие-то базовые человеческие качества, ценности? Какие у тебя ценности в этом возрасте? Никому уже не интересно, сколько у тебя было мужей, сколько у тебя образований. Важно, стал ты человеком к этому возрасту или нет. И сейчас глобальная тенденция к тому, что люди начинают понимать, что физический возраст совершенно никак не связан с психологическим. И мы видим детей во взрослых телах, и мы видим взрослых в детских телах. И нужно научиться вот этому новому взгляду, потому что, конечно, те дети, которые вот сейчас, да, даже у тебя ребенок, я думаю, он сильно отличается. Он более взрослый, он в чем-то более умный, он гораздо более адекватный в каких-то вещах, нежели предыдущие поколения. И нужно делать на этом акцент, что нужно к детям сейчас относиться как к самостоятельным взрослым людям, просто в молодом теле. Не нужно их считать детьми, они не тупые, не глупые, не отсталые. У них, правда, очень, ну, как бы мощное сознание. И нужно понимать, что если ты видишь перед собой взрослое тело, взрослого дядьки, это не значит, что это серьезный человек, это вообще не связанные вещи. И вот я бы такой общий средств дала, что, я думаю, 24-й мы проведем в понимании нативном, скорее всего. То есть все это как-то житейски поймут, что, конечно, нужно перестать смотреть на оболочку. Давайте сразу к делу, в суть, кто там внутри. Слушай, классную тему ты подняла про детей во взрослом теле. Давай определимся с понятием это как, как это выглядит, проявляется в мире. Ну, я думаю, что все женщины нас сейчас с тобой поймут, знаешь, это как попытка найти себе мужчину. Вот ты ищешь, 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 а это просто дети в мужских телах. Ты пытаешься с ним какие-то взрослые отношения выстраивать, а он даже себя не способен ничем обеспечить, не то, что еще кого-то поддержать, да, и тем более, там, если ребенок есть, да, как говорится, если ты с прицепом, то вообще туши свет, потому что он с собой-то еле справляется. Тут еще ты как нагрузка, а там еще и прицеп, понимаешь, в виде ребенка. И мы недавно снимали реалити с Олей Чебыкиной, и у нас была героиня из Каменского-Уральского, Светка, это просто нечто. Ей 35, по-моему, или 38, и там просто вот там младенец во взрослом теле. То есть она вообще не может обеспечить свою жизнедеятельность даже. У нее совершенно детская логика, детские поступки, то есть она невразумительная, она нелогичная, она истерично-спонтанная. И к нам приехал в студию ее сын, ему 12. Более здорового, адекватного, взрослого существа в теле я вообще давно не видела. То есть он настолько был рассудительный, и я поняла, что их семья держится на нем. То есть 12-летний мальчик обладает логикой, планомерностью, стратегированием, он выстраивает их быт, он, знаешь, там следит, чтобы мамаша дело не натворила. И вот это, знаешь, перспективный парень. Его бы сейчас чуть-чуть побыстрее подрастить, потому что, знаешь, вот эта проблема, что взрослый мужчина в детском теле, да, вот его бы, знаешь, подрастить, и половина моих подружек бы с радостью с ним вступила в отношения, потому что он правда зрелый, он правда берет на себя ответственность. Он не закатывает истерику из-за того, что нужно еще за кем-то, знаешь, там последить, посмотреть. Он хорошо рассуждает про работу, про пользу в обществе, про социальную нагрузку, дополнительную. То есть не только справиться с собой, но еще и взять дополнительную социальную нагрузку, как ты, например, это делаешь или я. То есть ты, Вика, ты свои потребности закрываешь, у тебя есть ребенок, ты ухаживаешь за ним, и ты берешь на себя дополнительную социальную нагрузку в виде, например, YouTube-каналов, да, потому что это большая социально-просветительская деятельность. Большинство других людей не могут тебе сказать, что они хотя бы себя обеспечили, детей обеспечили, там еще кого-то, да, ближний круг, и они не выходят во внешний круг, да, в социальный. Вот выход во внешний социальный круг — это признак того, что в этом теле взрослый человек. Все, кто не могут взять на себя даже первого круга ответственности — это дети. Я думаю, ты насмотрелась как женщина, миллион таких примеров. Если мы вот идем в этом переходе, то что будет с теми людьми, как перейти более мягко, что будет с теми людьми, которые все-таки не взяли на себя эту взрослую позицию, да, остались в позиции ребенка, что будет происходить с ними, как будет складываться плюс-минус их жизнь, что будет с теми людьми, которые все-таки решили, что все, теперь я главный герой в своей жизни. Да, ну вот смотри, я, например, сейчас в основном, да, чем я занимаюсь, я преподаю спиральную динамику. Ну, ты помнишь все наши предыдущие интервью, я тебе тоже там везде на почве спиралки все объясняла. И почему это сейчас, например, актуальная практика? То есть есть такое понятие — актуальная практика. То есть что-то актуально в какой-то период времени, потом оно теряет актуальность, и появляется свежая актуальная практика. Вот спиралка — это свежая актуальная практика. Почему? Потому что она объясняет внутренние этапы взросления человека. То есть она никак не описывает, возможно, его внешне. Внешне может быть очень похоже, да, наше действие. Но вот внутренний мотив, да, из какого возраста это действие, он отличается. И если раньше мы просто спрашивали у человека, девочка, сколько тебе лет, сколько ты нарожала, сколько институтов закончила, кем успела поработать, сколько стран облетала, да, ну, то есть мы технически, пытались выяснить какую-то инфу о человеке по техническим вот этим плотным признакам, то сейчас мы переходим именно в эмоциональное какое-то описание личности, и нам нужно как-то измерить, какие этапы у тебя были в жизни эмоциональные. И эта инфа, она достаточно свежая, так называемые софты, эмоциональный интеллект, да, еще не развитое вот это тело в обществе. И оно описывает именно то, а как происходит это не вот по вот этим социальным галочкам, а как оно происходит внутри дорожная карта. И сейчас у тебя два основных вектора. Или ты понимаешь, как происходит внутреннее созревание личности. Или ты не понимаешь и только по внешним признакам оцениваешь. К чему это приводит? К тревожности. Люди, которые не знают дорожную карту внутреннего созревания личности, остаются в бесконечной тревожности, потому что все, что происходит вокруг и снаружи, кажется случайным и хаотичным. Все, что хаотично, приводит тебя в состояние тревожности. Когда ты получаешь какую-то дорожную карту, ну, какую-то осязаемую структуру, да, в виде подсказок, какой-то методологии, твой ум успокаивается, и ты становишься спокойным. И сейчас общество разделяется на две основные категории. На спокойных и на тревожных. Вот это основа. Потому что те, кто до сих пор держится за вот эти физические чекпоинты, да, по годам, соответственно, типа в 30 это, в 35 это, в 40 это, они становятся дико тревожными, потому что они понимают, что от того, что они купили квартиру, купили машину, купили сумку, там, не знаю, вышли замуж, их внутреннее состояние почему-то неспокойное все равно, оно не меняется в лучшую сторону, они не становятся спокойны-счастливы, да, потому что счастье без спокойствия тоже невозможно. И они в замешательстве. И вот половина населения сейчас в замешательстве, большая часть. И вот те, кто хотят сейчас сориентироваться, да, в следующем году и понять, что вообще делать, им нужно начинать изучать этапы внутреннего взросления личности, получить какую-то дорожную карту, методологию, структуру, понять, как это происходит, и весь взор перенести туда. А скажи, пожалуйста, можем ли мы сейчас понять эту дорожную карту и посмотреть внутреннее взросление личности, как это происходит, прям по ступенькам, может быть, кратко пробежаться, да? Да. Это и будет как раз-таки та самая спиральная динамика? Да, да, да. Ну, пока что это самый точный инструмент. Я уверена, что мы еще что-то более ценное найдем, создадим. Но за последнее время это, наверное, самая точная, актуальная практика. У меня достаточно много сейчас, знаешь, контактов с просветленными, там, бесконечные какие-то там люди со сверхспособностями. И они все время тоже, знаешь, какой-то эзотерикой сыпят. Я говорю, ребята, вы поймите, Блаватская — это здорово, Рейрахи — это классно, Будда — молодец. Но это не актуальные практики, к сожалению. Мы тоже были с вами в эти времена. У нас явно не одна жизнь. И твоим зрителям это уже не нужно объяснять, что мы не в рамках одной жизни рассуждаем. Конечно, у вас были предыдущие жизни. Конечно, вы отправитесь куда-то еще после того, как ваше это тело износится, да, как автомобиль или как одежда. Вы куда-то еще обязательно отправитесь. Но есть все-таки понимание актуальной практики. И то, что Будда рассказывал 5000 лет назад, оно сейчас, оно не потеряло значимости, но оно очень медленное, оно устаревшее, и оно неактуальное. Конечно, мудрость — это хорошо, но это не значит, что это прикладная мудрость сейчас. И вот, например, если мы с тобой посмотрим на спиралку, то вот сейчас я вижу, что она актуальна. Ее придумала не я. Это чужая методика. Я просто искала из всего инфополя, а что сейчас работает, что дает хороший результат. И пока что я вижу, что эта концентрация, кстати, я же бесплатно выложила, у меня на YouTube канале выложен полностью тренинг по концентрации, там всего 12 видео, его можно посмотреть. Если вам будет понятно, что я там объясняю, можете потренироваться. Это, по сути, вся квинтэссенция буддизма в одном упражнении. То есть если вы, например, уйдете сейчас в датсан, вам нужно минимум 12 или 16 лет глубоко изучать буддизм. А если коротко, то концентрация объясняет полностью всю вот эту внутреннюю стержневую часть. Слушай, сейчас я хочу немножко дополнить про концентрацию, насколько это важно. Я только сегодня вернулась с ретрита, где мы были без телефонов, без какой-то коммуникации с другими людьми. И весь мой ретрит, он был про концентрацию, насколько важно сконцентрироваться и остановить свои мысли, которые просто там таким табуном ходят. И для того, чтобы добиться какого-то результата и вообще войти в поток, в синхрон, как угодно можно написать, в синхрон со Вселенной, действительно необходимо сконцентрироваться и сфокусироваться на каком-то одном действии. И это как такой точечный удар. Он занимает, как говорят, 10% усилий, 90% результата. И это действительно то, что работает. Поэтому действительно моя суперрекомендация пойти посмотреть, тоже за курс у Рады по концентрации. Я была на випассане на полноценной три раза. Последнюю третью випассане я сидела в аддитане 7 дней. То есть я находилась в аддитане 7 дней на двух кирпичах. Ты как человек, который проходил, понимает, что такое аддитана на двух кирпичах. То есть у меня бодхисаттва высшего уровня. И я тебе хочу сказать, что випассана — это фокусировка. А концентрация — это еще икс-100. То есть я, как человек, который был и там, и там, и там, могу сказать, что это еще дальше. Гораздо. То есть если ты кайфанул от випассаны, випассана, ты просто не представляешь, что у тебя откроется, если ты зайдешь в концентрацию. Потому что фокусировка — это узкое сфокусирование на какой-то точке внимания. А концентрация — это когда ты все свои тонкие тела, ментальное, эмоциональное, физическое, все тонкие тела, собираешь в одном месте точки. И это точка пространства и времени в один момент. Это так называемое быть здесь сейчас. Этого не дают на випассане. Випассана — более поверхностная техника. И мир даже еще випассану толком не освоил. А я тут уже концентрацию, знаешь, это. Я думаю, что она еще будет долго прорастать. Это глубже. Начать строить свой сакральный путь, подбирать под себя эффективные работающие инструменты вы можете начать на прямом эфире Рады, который она проведет уже в ближайшие дни в живом формате. Что полезного вы узнаете на прямом эфире? Как меняется поведение потребителей в 2024 году? На какие продукты и каких специалистов будет суперповышенный спрос? Как объективно определить свой уровень и выбирать клиентов по своему размеру? Как использовать принципы спиральной динамики в своих проектах? И авторская система Рады в построении и выборе своего сакрального пути. Рада никогда раньше не проводила такие онлайн эфиры, особенно бесплатно. Это будет эксклюзив, поэтому переходи по ссылке в описании к этому видео и регистрируйся. Давай вернемся к спиральной динамике. Да, по спиралке. Если коротко, то спиральная динамика – это дорожная карта внутреннего взросления человека. Она описывает ваш эмоциональный возраст. Это очень прогнозируемо, если это один раз понять. Погнали. Итак, бежевые. Это не моя методика, название не я давала, просто я в этом очень глубоко, и мне это нравится. Бежевые – это младенцы, это эмоциональные младенцы, это люди, которые могут быть во взрослых телах, могут быть в детских телах, неважно. Но они настроены как младенцы, то есть они не хотят самостоятельно себя обеспечивать, они хотят, чтобы кто-то их обеспечивал. И неважно, сколько тебе лет, может быть, тебе 50, и ты хочешь, чтобы кто-то тебя обеспечивал, ты бежевый. Они капризные, считают, что они незначимы, то есть что они ничего не решают в этом мире. Они не понимают, что все, что их окружает, кто-то создал. И они считают, что это кто-то, главное не они. То есть они себя ведут как младенчики, у которых, знаешь, запеленали все конечности, и они ничего не могут. Их максимум – это лежать и кричать, и лапками перебирать. Это так называемые супернеобеспеченные часто прослойки, которые истерично не хотят брать на себя никакую ответственность. То есть они никогда не пойдут на работу, где большая ответственность. Ты не можешь им поручить серьезное задание. Очень часто, например, люди совершают ошибку, что берут бежевых на какие-то технические работы, знаешь, там, в сферу услуг. Или обслуживающий персонал став – это суперошибка, потому что они на это не способны. То есть младенец не способен обслуживать других за деньги. Из них не получаются няни. Это ужасные няни. То есть они просто тебе травмируют ребенка. Это ужасный став в отелях, гостинице, где угодно, потому что они просто портят отношения с клиентами. То есть это капризная прослойка населения. И эти люди, правда, думают, что кто-то должен их содержать. То есть они бесконечно хотят льготы, пенсии, квоты, пособия. И все бесплатно. То есть они, правда, вслух говорят, что, а почему квартплата? В смысле, почему нам это государство не обеспечивает? И они не понимают, что государство – это не какой-то бог, у которого есть ресурсы и должен всем раздавать. А государство – это те же люди, которые там же живут. Просто они как-то, знаешь, отконденсировались в тех, кто берет на себя ответственность. И вот бежевые, они ненавидят государство, они ненавидят богачей, они всех ненавидят, потому что они любят только тех, кто им что-то дает. То есть вот если ты им даешь деньги, ты им даешь бесплатно кровь, не знаю, пищу, как ты их обеспечиваешь, они тебя любят. Но это детская любовь. То есть они тебя любят ровно до тех пор, пока ты им что-то даешь. Если ты им один раз это не дал, ты их враг. То есть они тебя ненавидят, потому что их основная задача – выжить. То есть у ребенка задача – выжить. Вот ты так описываешь, да, как будто бы это совсем такие бесполезные люди, которые ничего сами не могут. Но я думаю, для чего-то же они появились на этой земле, почему-то же их тут создали. Какая тогда у них миссия – вырасти? Да, у них нет никакой миссии. Это просто этап. То есть спиральная динамика описывает период твоей жизни, то есть твой возраст. И мы не можем с тобой сказать, что «А зачем Бог создал младенцев? Какая у них миссия?» Да никакой. Понимаешь, в этом-то и суть, что люди должны понимать, что если перед тобой во взрослом теле бежевый, не надо ждать, что он может брать на всю ответственность, способен принимать решения, будет как-то круто реагировать в сложной ситуации. Нет, это младенец, и ты должен это вовремя понять, что в этом взрослом теле бежевый. И ему не нужно давать ответственность за кого-то еще. И самая большая ошибка, когда бежевых, потому что это люди, готовые за небольшую денежку работать, простой функционал выполнять, их берут на работу, когда нужно за другими ухаживать. То есть бежевые – это худшие няни. Очень часто берут бежевых нянь, но она не способна даже с собой часто справиться, не то что еще там за кем-то ухаживать. Очень часто этих людей, например, берут в хосписы, в больницы или еще куда-то. И это тоже ошибка, потому что они с собой-то не могут справиться, им не нужно давать работу, где нужно еще о ком-то позаботиться. И они прекрасны, когда не нужно ни за кого отвечать. И когда есть ТЗ, вот это люди, которые будут гневно с тебя требовать ТЗ. Типа, где наш ТЗ? Скажите нам все рамки скрипты. Они любят скрипты. И они прекрасно работают по скриптам. То есть им нужно прямо давать задания. Это дети. Понимаешь, вот ты пришла, учительница, и вот у тебя младший класс, первоклассники. Им нужно дать задание. Ты говоришь, дети, сегодня мы лепим снеговика. Снеговик лепится так-то, так-то, так-то. Они тогда сделают. То есть каждому возрасту нужны свои ключи. И большинство трагедий в нашей жизни, боли и вообще какого-то неприятного связано с тем, что мы неправильно взаимодействуем с людьми разного возраста. И на них, например, нет смысла орать, потому что они только пугаются и уходят вглубь, и это не помогает. То есть бежевые — это прослойка, которым нужно объяснять. И ты им объяснила раз, он не понял, и ты такая уже ходишь, он такая, типа, в смысле, они что, тупые, что ли? Они дети, они не тупые. Это, знаешь, какая-то... А у меня ассоциация с балийцами просто. Балийцам действительно надо говорить, объяснять. На них ни в коем случае нельзя кричать, иначе они еще больше в ступор впадут. Поэтому я не понимаю, о чем ты говоришь. Да, то есть, например, балийцы прекрасны как став, но из балийцы не получится нянюшка. Они очень плохие даже массажисты, понимаешь? То есть они вот с неживым нормально взаимодействуют. Но когда с чем-то живым, им уже сложно, потому что там нужен более глубокий эмоциональный интеллект. Нужно быть более зрелым человечком с более широким кругозором. Так, дальше. Фиолетовые. То есть бежевые — это когда ты сам еще ребеночек, тебе бы самому как-то, знаешь, выжить. Бежевые не способны за других брать, да, например, ответственность. То фиолетовые — это следующая фаза взросления. И они интересны тем, что они чуть-чуть повзрослее, знаешь, такие уже подростки. И подростки как думают? Они понимают, что надо сбиться в стаю, тогда мы выжимем. И они делают семьи. То есть вот эти семьи подростков во взрослых телах, которые живут вместе, кланом, семьей, знаешь, такой вот. Но именно там все на кровосмешение, на родстве и на, знаешь, они все это, они все любят закрепить. То есть, например, фиолетовые никогда гражданским браком жить не будут, потому что это ненадежно. Вдруг кто-то умрет или вдруг развод, и я чего-то лишусь. Они вступают в семейные отношения ради выгоды, чтобы выжить было проще. То есть это тебе не какие-нибудь продвинутые парочки, которые сошлись, а ну и разошлись классно, как бы, знаешь, никто ничего не делит, у всех все есть. Нет. Фиолетовые — это подростки, и они создают семью ради того, чтобы начать чуть получше жить, так безопасней. И у них очень сложная мотивация к действию. То есть весь их мотив действия в том, чтобы все в семью, всегда, всех трудоустроить. То есть это, знаешь, такой часто семейный бизнес, они всех трудоустроят. У балийцев фиолетовых полно. То есть вот они где-то между бежевым и фиолетовым. Это такая первая фаза развития личности. Если мы рассматриваем бежевых, то они что? Это дети. Что любят дети? Они любят все яркое, цветное, понятное. То есть им нужно вот такими буквами. Красно-синее, оранжевое, знаешь, такое все дикошаро, как кубики. И они вот любители желтых ценников. То есть бежевый — это человек, который купит товар с желтым ценником, он даже не посмотрит, правда там была скидка или нет. Ему просто нравится. То есть для него это сигнал, что все, что цветное, это для меня. Ну ты знаешь, как ребенок заходит в магазин. Он не побежит в отдел с бежевой элегантной одеждой, он побежит в отдел с кубиками. Вот, понимаешь, то есть им нравится все яркое. Для них вот эта вся дикошарая реклама, вот такие шрифты гигантские. То есть там очень примитивное восприятие, не очень емкое. Им нужно в лоб. Весело, задорно, как для детей. То есть всегда делая аналогию с возрастом. Вот все, что нравится детям, вот бежевым это все понятно. То есть если ты возьмешь Балийцев сейчас в пример, то и изучишь, да, ну вот маркетинг на острове, то, конечно, все, что для местных, оно как детям продается. Весело, задорно, с цветными этими. Все очень жизнерадостное. Да, это как они играют в магазин. Вот, можно так сказать, что они играют в магазин, и все должно быть так, будто из цветной бумаги порезали. Они очень любят скидки, потому что скидка, это значит, что так проще. То есть они всегда ищут простой путь. А еще они любят бесплатно. То есть если есть какая-то халява, 100% прибегут только они. Если мы говорим про фиолетовых, то там будет мотив, все для семьи. То есть, например, одинаковые футболки, мама, папа, бабушка, это супер. Вот это то, что купят они, потому что они любят подчеркивать, что они команды. Это такая командная игра, быть фиолетовыми. И на Бали, например, знаешь, вот эти, да, они выкупают земли, строят там 300 домиков, и они живут кланом. И они любят все, что для семьи. То есть большой стол, знаешь, там большая салатница. То есть они любят вот этот общак, как у китайцев. Китайцы, кстати, сейчас тоже на фиолетовом уровне развития, потому что вот этот круглый стол и везде общая еда, это вот чисто, знаешь, вот это застолье, когда все общее. И они чувствуют себя хорошо, когда они все в семью, а потом вся семья видит, что у них все есть, и они себя чувствуют спокойно. Вообще они очень успокаиваются на застолье. Фиолетовые самые большие потребители ресторанов и какой-либо еды. То есть все свои свободные деньги они тратят на еду. Они не тратят на эстетику, они не тратят на одежду какую-то крутую. На гаджеты. То есть у них вот все, знаешь, такое базовое. И они очень любят показывать, что у них это есть. Ну вот это... Семейственность. Клановая тема, когда... Да, семейственность, она отражается в том, насколько ломится стол. То есть вот у них очень такие бытовые, простые признаки хорошей жизни, что у них все хорошо. Они любят есть, любят показывать, как они едят, сколько они едят. И еще и гостей любят приглашать, чтобы гости тоже видели, что у них все удалось. Они очень любят вот эту тему, типа покупаешь 4,5 бесплатно, потому что у них 5 человек в команде точно есть. Вот все эти акции для них. Что еще они любят покупать? Все, что приводит к сплочению. Если мы говорим про женщин, то это бесконечная покупка марафонов по похуданию, чтобы муж не бросил и не ушел к соседке. Это основной страх женщин фиолетового уровня, что ее бросит муж, потому что она недостаточно молодая, красивая. Кулинарные рецепты, потому что она же должна быть хорошая хозяйка, то есть она должна очень хорошо готовить, при этом быть худой. Ну то есть готовить, но не есть. Потом всякие сексуалити, вот все эти сексуальные тренинги, они очень много для фиолетовых, потому что чтобы муж не бросил. То есть трагедия женщины фиолетового уровня, что ее бросил мужик, а еще хуже, если он развелся. Они часто, знаешь, предпочитают разойтись, но не развестись, потому что пока в документах написано, что она социально, ну как, одобрена, ей спокойнее, правда. И у нее есть какие-то гарантии. Что еще фиолетовые? Все для детей. То есть там часто женщина у себя на последнем месте, то есть сначала должен быть обеспечен муж-ребенок, подарки родственникам, и она там сбоку, с края, чтобы ей что-то купить, ей нужно согласовать со всей семьей бюджет. Поэтому как покупатель фиолетовая хороша только купить свою ребенку, купить все мужу, купить все свекрови, купить все домой, но себе она еще не очень много потребляет, кроме курсов «Как быть худой и молодой». То есть проблема на этом уровне то, что женщина себя ставит на последнее место и сама не разбивается, да? То есть она все свое внимание отдает своей семье, а сама как личность на себя забивает. Ну, это, видишь, это люди-подростки, то есть они еще самостоятельно, правда, боятся жить. То есть им страшно представить, что они одни окажутся в этом мире. Им прямо физически страшно. А ты помнишь себя на фиолетовом уровне? Потому что мы так-то с тобой тоже проходили все эти этапы. Ты помнишь, как ты себя чувствуешь? Я помню, когда я боялась уйти от отца своего ребенка, потому что я боялась, что я не смогу содержать ни себя, ни ребенка. Это был мой большой страх, я очень долго думала. Да, было такое, конечно. Вот это основной страх фиолетовых. То есть из него вырваться достаточно сложно, поэтому со стороны даже им очень сложно объяснить, что там ничего страшного, чуть-чуть потрясет и нормализуется. То есть, в принципе, ты же, когда выросла из того периода, ты поняла, что, да капец, тут вообще непаханное поле, некому работать, да? Работать некому, понимаешь? А все сидят там по своим норкам, знаешь, это, еду потребляют. И снаружи очень сложно объяснить человеку, что все нормально, потому что он внутри в том возрасте, то есть это подростки. И ты пока подросток, правда, очень страшно. Это то же самое, что ты жила с родителями всю жизнь, и вот тебе сказали, все, выпуливай. Теперь все сама. Ты никогда себе хату не обеспечивала, еду не обеспечивала, одежду, проезд, тебе родители все обеспечивали, да? А тут тебе говорят, все, иди. То есть, по факту, фиолетовые — это еще не взрослые, это подростки внутри семей. Они держатся вместе. По паспорту они совершенно летние, но эмоционально вообще нет. Им просто страшно остаться одним. Даже если отношения очень плохие, они остаются внутри, потому что так безопасно, потому что они не знают, как по-другому. Чаще всего этот выход происходит очень травматично, потому что добровольно никто не хочет. Это один из самых сложных выходов из фиолетового. Выход на свободу, где есть твоя личность отдельно, а не только растворенная в твоей семье. Ну, просто, знаешь, я думаю, сейчас нас многие могут слушать и думают, что, ну, подумаешь, я нормально себя чувствую и в семье, и как бы зачем мне оттуда выходить? Нет, смотри, давай сразу уточним. Смотри, спиральная динамика, она не описывает действия, которые ты должна делать. Действия, может быть, на любом уровне, в любой возраст ты можешь делать одно и то же действие. То есть у тебя может быть семья в любом эмоциональном возрасте, но мотив к созданию и мотив остаться в этой семье разный. И мотив создания семьи и оставания в семье у фиолетовых то, что им страшно выйти. И они будут терпеть все, что угодно. Могут быть крутые, продвинутые оранжевые семьи, где вообще горизонтальные отношения, где свобода, даже никаких, знаешь, там, галочек печати в паспорте. Все очень хорошо расходятся, очень мирно сходятся. И ни у кого никаких эмоциональных качелей, потрясений, трагедий. Но фиолетовые нет. Это будет трагично. Потому что мы просто маленькие. И пока мы маленькие, нам с тобой все трагично. Я помню свой бежевый уровень. Мне все было трагично, понимаешь? Я там потеряла кошелек, в нем было 2000, у меня была трагедия. Мне казалось, что это, понимаешь, ровно всю мою жизнь. Потому что там уровень трагедии по-другому воспринимается. Когда ты маленькая, тебе кажется, что деревья большие, стол высокий, и взрослые огромные. И кот вот такой. А когда ты вырастаешь, такая, ну, дерево, ну, стол, как бы, ну, кот. Все другое, понимаешь? То есть восприятие фиолетового сильно отличается от твоего. Но то, что мы все проходили все периоды, это 100%. И многие сейчас себя узнают, что они или там сейчас, или они там были в какой-то момент. То есть в любом случае переход, да, это вот как мы с тобой вначале обсудили, что есть глобальный переход, да, и он такой, конечно же, он турбулентный. И это про взросление людей. То есть и внутреннечеловеческий переход, внутри каждого из нас, да, вот как минимум по спиральной динамике мы переходим. И да, это может быть турбулентно, но это означает лишь одно, что это ваш рост. Турбулентно не обязательно. Люди переходят турбулентно, потому почему? Вот я тебе разделила мир на тех, кто испуган, и в тревожности на тех, кто спокоен. Почему люди турбулентно переходят уровни? У них нет дорожной карты. Если бы ты знала, когда ты была в фиолетовом периоде, спиральную динамику, ты бы вообще не парилась, понимаешь? Но тебе-то кажется, что дальше ничего. Вот все, я сейчас разведусь, жизнь закончена, все. Жизнь закончена. А что, мне с детства говорили, что вот мне надо это, это, это. Ну, по физике, да? То есть ты должна в 25 родить, быть замужем и с ипотекой. Значит, все удалось. И люди раньше спокойствие получали за счет вот этих чекпоинтов физических достижений. Но ничего не говорили про внутреннее взросление. И, например, сейчас, когда я объясняю девчонкам спиралку, им уже не страшно, потому что они знают, ага, как следующий уровень, а как следующий. И я им объясняю, а как их миксовать, чтобы не больно было, понимаешь? То есть ничего не мешает человеку с фиолетового уровня перейти в красный, или в синий, или в оранжевый без травматики. Но ты должна знать путь и должна понимать, что делать. И все, у тебя все успокаивается. Мы не восхваляем сейчас травматику. Я никому не говорю, идите в свои страхи, идите в свои боли. Это не классический тренинг. Мир вышел из агрессивных тренингов. Мир вышел из агрессивных продаж. Потому что это красный уровень спиральной динамики, и мир из него выходит. Красный уровень — это 90-е. Помнишь? Полный хаос. Все друг друга грохали. Конкуренция, жесткая борьба, недостаточность, дефицит. Вот это красный уровень следующий. И в 90-е Россия его прожила. Другие страны тоже можно по спиралке сказать, кто на каком уровне, кто что проходит. Сейчас, например, красный уровень в инфобизнесе. Вот смотри, классический бизнес, он уже более спокойный. Инфобиз — класс, 90-е. То есть там есть мафия, там какие-то братки, кого-то посадили. То есть сейчас-таки 90-е в инфобизе. Потому что очень агрессивный период. Это просто этап взросления. Очень классно подсветила именно про инфобизнес, потому что все мы сейчас видим, что происходит с тем же Аязом, с Еленой Блиновской. Это не хорошо и не плохо. Это просто люди, через которых нам показывают, ну как вернее, с человеческой точки зрения, это, конечно же, ужасно, что происходит. Но в целом это нам действительно показывает вот этот красный уровень спиральной динамики. Для меня прямо только что это дошло, что это действительно так. То, что сейчас все пошли делать себе ИП, да, все вот такую структуру превращать, это как раз-таки синий. Но вот знаешь, тоже интересно, я помню, что мы тогда еще с тобой обсуждали про красный уровень, и я тебе тогда сказала, что я не помню в своей жизни красного уровня, где я бы боролась. Я вот до сих пор отматываю назад, не вижу этого. Можно ли это проскочить? Или, может быть, я как-то прошла его, но сама не поняла, как это произошло? Легко можно проскочить, потому что спиральная динамика это не вертикальная система. То есть мир сейчас выходит из вертикальных систем в горизонтальные. И если очень глубоко понять спиралку, то она на плоскости в виде ромашки. У нее зеленое ядро и все остальные цвета по кругу. И ты не должна как по ступенькам идти с бежевого на фиолетовый, с фиолетового на красного, с красного на синий. Нет. Актуальная практика заключается в том, что мир с вертикальных систем переходит на горизонтальные. И теперь нужно горизонтально смотреть. Это большая разница. Это фундаментальная разница. Поэтому сейчас у всех мозги трещат. Сейчас у меня голова, подожди. Потому что мы из одного в другое перешли. Голова немножко не соображает. Как это вот это, да, перевернуть вот так вот. И как бы мы типа такие вот в кроличу нору просто попадаем. Сейчас объясню. Смотри. То есть сейчас мир, вот 90-е в России прошли, красный. Мы ушли в синий. Что такое синий? Закон, государство, вот эта сухая структура, да, везде есть какие-то органы, которые контролирующие. И безопасность. Мы получаем на синем уровне безопасность. И в принципе, ну вот так если посмотреть, то система достаточно стабильная. То есть нет бородков, никто ни у кого ничего не отжимает, да, есть вот эта вот махина. Не могу сказать, что это наивысший уровень развития человечества, но это лучше, чем было в 90-х. Можно так сказать одним словом. И что такое синий? Синий — это вертикаль. Да, есть клерки, есть вот эти нижние исполнители, есть какие-то там синие воротнички, есть топ-менеджеры, да, есть верхушки корпораций. И синий всегда про вертикальный рост по карьерной лестнице. Да, то есть там всегда вертикаль. Ты начинаешь снизу, и когда ты становишься главной. И следующий уровень — оранжевый. Что такое оранжевый? Это горизонтальные отношения. Там не важно, ты новичок или старичок, важно, насколько ты умеешь договариваться, насколько ты взаимополезен, насколько ты уместен. И не важно, сколько ты, или когда ты, или сколько тебе лет, ничего не важно. И мир сейчас приходит в оранжевый постепенно, поэтому у всех мозги набекрень. Все привыкли к тому, что нужно школьникам пойти вот сюда, потом через пять лет ты здесь, потом здесь. Помнишь, да, вот эти физические чекпоинты? И к сорока ты уже с двумя детьми, с древним браком, с двумя машинами и загородным домом. Молодец. Вот это вертикаль. А что такое горизонталь? Сейчас люди разных возрастов занимаются вещами, которыми раньше они не могли заниматься. Мне очень понравилось это сравнение про инфобиз, инфобиз, где мы действительно наблюдаем такое агрессивные продажи, да, и получается, что сейчас будет актуально? Сейчас будет актуально синяя или уже оранжевая? И в любом случае мы что-то продаем в нашем мире, да, инфопродукты или же это, ну, что-то, не знаю, в магазине, везде мы видим рекламу, да, постоянно. И это не значит, что это плохо, это продавать мы даем, да, неважно в какой сфере. Ну, главное, чтобы продукт был ваш экологичен. Вот. Просто интересно действительно, что сейчас хотят люди и как лучше с ними коммуницировать, с какого уровня. Смотри. То есть основная прелесть спиралки в том, что она говорит о том, что очнитесь, люди разных возрастов. Ты не можешь дать одну тенденцию. Бежевым нужны скидки и хлебушек, а фиолетовым нужно семью, да, там одевать и обеспечивать базовыми потребностями. То есть там нет возвышенных каких-то еще потребностей. Им не интересна эзотерика твоя, духовность и еще что-то. Им важно, чтобы у них дом-крепость был, понимаешь? И их много. Мы не говорим с тобой про то, что это 3% населения. Процентовка бежевых и фиолетовых это, наверное, 40-50% всего населения планеты минимум. А может, и 60-70%. И нужно понимать, что они есть, и они маленькие, и они подростки, и они еще вырастут. Но через сколько-то лет. И, например, пытаться им продавать твои высокодуховные или какие-нибудь высокие чеки никакого смысла нет. У них и денег таких нет, им товары эти не нужны. И основная идея спиралки в том, что ты можешь все делать в горизонтале, потому что мир устал от вертикальных отношений. Я лучше, ты хуже, ты старше, я младше. Понимаешь, да? Если я младше, значит, я не прав. Если ты старше, ты автоматически прав. Сейчас такого нет. Мы выходим в горизонталь. И как выглядят отношения в горизонтале? Что ты должна найти людей по смыслу и по возрасту. То есть люди твоего возраста тебя поймут. Твоего внутреннего возраста, эмоционального возраста. И если ты, ну я так понимаю, что ты такая чисто оранжево-зеленая, вот если ты оранжево-зеленая, то твой клиент оранжевый и зеленый. Окей. Это, вот, понимаешь, это горизонтальные отношения. И другие возраста или еще не доросли до твоего продукта, до твоих товаров, до твоих смыслов, они им, правда, может быть, не нужны еще. Это не хорошо, не плохо, как ты сказала. Это про то, чтобы давайте начнем смотреть на мир не с точки зрения физики, а с точки зрения внутренних потребностей. В разном эмоциональном возрасте у нас разные эмоциональные потребности. Просто сейчас есть заметные тенденции, так называемые. Это переход инфобиза из красного в синий. Это заметная тенденция для нас, потому что мы близко к этому рынку. Большинство людей в мире понятия не имеют ничего про красный, синий переход, инфобиза, потому что они просто сидят в своих домах и просто смотрят телевизор и кушают вкусный обед. Для них это не актуальная информация, понимаешь? Это для нас актуальная информация. Вот. И нам кажется, что мир сейчас такой. Нет. Большинство людей просто бьются за выживание бежевое. Они, правда, еще не сформированные. Они вообще ничего не потребляют. Ну, плюсом к своему, там, минимуму, да, прожиточному. Красные любят конкуренцию, поэтому их всегда заметней. Просто мы их видим с тобой. Это возраст такого, знаешь, подросток плюс, когда он хочет нащупать свою личность. И он начинает громко кричать, что я есть, я тут, посмотрите на меня, я самый классный. То есть это пубертат, так называемый, поэтому с красными всегда больше всего проблем. Это очень сложный период. Его и самому бы как-то выжить. Еще бы, чтобы другие по пути не пострадали. Это сложно. Если у тебя ребенок проходил вот этот пубертат, так называемый, да, кризис на переход. Я думаю, ты в курсе. Пока еще к счастью. Ну, вот у меня у подруги сейчас. Вот. У меня у подруги сейчас сын как раз вот в этом переходном периоде. Она просто вешается. Еще у двух моих друзей два года назад вот этот красный период начался у детей. Когда они дичь творят, понимаешь? То есть они просто кирпичом там разбили кому-то лобовое стекло машины. Просто так. Ну, то есть там мозги набекрень. А что ты с ним сделаешь? У него такой период, ты ему как бы не объяснял, ты ему не можешь объяснить. Ну, то есть это очень сложный путь. И люди не могут справиться с красным периодом взросления своего ребенка. Не то, что с рынком. Представляешь? То есть рынок, например, сейчас в красной фазе. У тебя вариант один. Бежать. То есть самое главное туда не лезть. Когда вы видите, что где-то красный период, я не советую туда лезть. И то, что ты пропустила в своем взрослении красный период, это хорошо. Это не обязательная фаза. Это не вертикаль. Мы не должны с одного уровня на другой идти. Мир, в принципе, вышел уже из красного уровня, потому что все уже устали. И чем меньше мы его поддерживаем, тем лучше. Я не хочу поддерживать красный уровень нигде. Слушай, ну вот сейчас мы как раз-таки наблюдаем, да, красный уровень в России. Все то, что происходит, это и есть красный уровень. То есть, по сути, красный уровень, он происходит не только в инфобизнесе, да, но и в мире в целом. Мы были на красном в 90-е, сейчас мы на таком хорошем синим. Скоро у нас будет тупик смыслов, мы пойдем в оранжевый уровень. Но подожди, спецоперация, да? Это же все равно что-то из красного. Конечно, это красный. Конечно, красный, да. Но это же не массово, понимаешь? То есть, мы не можем сказать, что вся территория России сейчас в красном периоде. Нет. То есть, люди, которые, ну вот, на других территориях, они к этому не относятся. И здесь нужно как раз-таки очень хорошо натренировать вот эту кристаллизацию взгляда, чтобы ты понимала, что реально, а что выдумка. И реальность такова, что большинство России сейчас бежево-фиолетовые до сих пор. Красных, они или быстро умирают, или быстро выходят из этого периода, или они сейчас все скучковались в определенном месте. Синие — это основа, на этом держится все. Это структура. То есть, это вот эти структурные люди, которые готовы каждое утро идти на работу и держать вот эту какую-то общую стабильность. И есть прекрасные оранжевые — это ты, которые свалили. Потому что оранжевые вообще не любят находиться на одном месте. Они уверены, что планета круглая, границы не приемлют, не видят разницу между родное государство, неродное, мир, большая, одна круглая планета, там плоская, как хотите. Здесь неважно, в какой ты системе, плоскости, объема. Главное, что это единая система. Ну, а ты оранжево-зеленая, или ты уже зелено-желтая, да, если я правильно помню? Я сейчас на зеленом дне, так называемом. Это когда мне вообще ничего не хочется делать, кроме зеленого. Но, по идее, зеленый — это же просто центр. То есть мы все уходим в зеленый, чтобы вообще передумать, то есть еще раз чекнуть, я вообще в каком возрасте, а что мне важно в этом возрасте. И мы уходим в зеленый, чтобы подумать. Вот то, что ты была сейчас на Випассане, это зеленый, вот этот, ну, зеленая передышка. Ты сходила на зеленый, мы на зеленый ходим думать. Ты подумала такая жизнь, вернулась, у тебя наверняка что-то обновилось. Ты же что-то решила выбросить, что-то решила добавить. Вот что такое зеленый. Вот я сейчас в этом зеленом ядре, из него я гоняю на красный, но для меня это необходимость, потому что только через красный я могу на желтый миру тащить. То есть чтобы мне прийти к желтым идеям, придется через красный уровень двигаться, потому что там по-другому, ну, то есть там, в принципе, очень острые ситуации. Расскажи, как это выглядит. Ну, зеленый — это то, что ты экоактивист, да, то есть сейчас ты как раз-таки очень хорошо известна своими экоактивистическими делами, у тебя и косметика экологичная, и животных ты спасаешь, да, все мы слышали историю про это безумное количество собак, и в целом ты продвигаешь тему, там, возьмите котенка, возьмите собачку и так далее, и тому подобное. В красный ты ныряешь для чего? Ну, смотри, тема с собачками и котиками — это красный. А, это красный? Да, смотри, что такое красный? Красный — это борьба, это конкуренция, это острые какие-то ситуации, это вот эти грани, да, это очень амплитудные ситуации, очень быстрые, они очень скоростные, часто опасные, там много рисков. Это такой очень драйвовый период, да, когда люди рискуют. Ну, вспомни 90-е. 90-е — это чисто красный. Этих поубивали, эти резко разбогатели, этих вообще не нашли. То есть там такой вообще турбулентный период и выживательнейший. И как выглядит, например, реальность? Вот у меня недавно был разговор со светлячком, знаешь? Ну, на Бали таких много, знаешь, вот эти светлячки, которые говорят, что мир есть любовь. Я говорю, это хорошо, да, мир есть любовь. Я говорю, а делать-то кто будет? Они такие, ну как? Ну вот мы же просто общие вибрации в воздухе создаем. Я говорю, хорошо. А прикладное действие кто сделает? И они не понимают. Я говорю, хорошо. Как вы взаимодействуете с миром, чтобы он улучшался? Мы позитивно мыслим. Я говорю, а еще что-то? Ну, мы можем деньги дать. Я говорю, хорошо, вот вы дали деньги. Как эти деньги дойдут до решения проблем? То есть, понимаешь, вот я уезжаю в Улан-Удэ, там 3000 собак, они половина помирают от голода каждый день, там по 10 штук. Их надо тупо кормить руками. То есть надо пойти и каждый в будку положить еду. Вот это действие. Убирать за ними говно, разгребать трупы, ездить решать проблемы. Ну вот такое острое, знаешь. Это прикладное действие, и оно красное. И мне, чтобы свою зелёность сейчас в мире проявлять, мне приходится идти там, где она нужна. То есть зелёный — это уровень смыслов, это уровень лекарства, это уровень воссоздания, реновации, это бережность. Зелёные бережны ко всему живому, ко всему, что можно спасти. И вообще бережны. То есть, ну вот то, что мы с тобой про экологию писали, помнишь, вторичное потребление вещей, сокращение автомобилей. Это же пробережность к воде, пробережность к воздуху, бережность к перепроизводству. То есть, в принципе, бережная прошивка — это зелень. Но чтобы мы с тобой сейчас в реальности проявили, очень часто приходится идти на красный, где ещё долго, ну как бы до вот этого воздушного, там, знаешь, вот так вот я всегда говорю, вот так вот сделали, и в говно. Но ты же не сама это делаешь? Я думаю, что здесь-то твоё ещё предпринимательское мышление. Сама ты это делаешь? Я думала, что ты просто организовала людей, которые этим занимаются, ну как предприниматель просто. Я тебя именно так вижу. Во-первых, я делаю это, ну, руками наполовину сама, потому что я выезжаю на точку. То есть это волонтёрство. Ты не можешь спасти кита, который запутался в сетях, деньгами. Кто-то должен физически его оттуда вытащить. А это опасно, это сложно, это эмоционально тяжело. Там часто кровь в говной кишке в этих ситуациях. И вот те, кто сейчас на зелёном и говорит что-то про эко-повестку, они очень часто в красных ситуациях. Потому что от того, что ты мне, я помню, ты мне перекинула 200 тысяч на собак, от того, что ты мне их на карточку скинула от лица вашей команды, как они дойдут до собак? Это нужно проследить. Понимаешь? Я работаю с не самым честным регионом. Нам тут недавно прислали гуманитарные помощи, и у нас к вечеру её украли местные. Понимаешь? Гуманитарную помощь. И там физически нужно присутствовать. И мы же говорим, что спиралка, она в том числе ещё и про внутреннее состояние. Да, я не с утра до вечера сама кормлю этих собак, я организовала что-то. Но я в том числе это делаю. И эмоционально. Представь, вот что тебе пришла в первый раз за пять месяцев гуманитарная помощь в достаточно серьёзном объёме, и вечером её украли. И ты эмоционально внутри это проживаешь. И это не бабочки и цветочки, и не любовь во всём мире. Это реальность, в которой пока что ещё очень далеко до того, чтобы все стали взрослыми, все стали бережливыми, заботливыми, созидающими, дающими и взаимопроницающими. То есть мы на разных этажах возраста. И нужно, ну как бы, в этом ориентироваться, чтобы не поехать кукухой. Когда мы поехали спасать собак, у нас была толпа волонтёров. То есть я же тоже волонтёр. Но нас было несколько десятков. Сейчас в Бурятии из волонтёров работаю только я. Прошло пять месяцев. Все остальные разбежались. Почему? Потому что они эмоционально ещё не настолько взрослые, чтобы справиться с такой серьёзной задачей. Из всех волонтёров я осталась одна. Всего пять месяцев прошло. Понимаешь? Больше никого. То есть я плачу людям зарплаты, которые сейчас помогают мне решать этот вопрос. Но как волонтёр я осталась одна. И больше там никого нет. На весь регион. Это Бурятия, это огромный регион. И я знаю волонтёров из других регионов. То же самое. То есть ты не можешь стать волонтёром, пока ты не стал вот этим взрослым. Не получится из бежевых волонтёров, или из фиолетовых. Они с собой ещё очень сложно справляются. У них эмоциональное тело ещё не проработанное. И я спокойно. И я двигаюсь. И я не сошла с ума. Только потому, что я понимаю, что другие волонтёры были других возрастов. И они бы всё равно не справились. Но это бред. Но в красной ситуации должен очень взрослый работать. Маленькие бабочки там не справятся. Они просто сожгут свои крылья и всё. Слушай, у меня такой вопрос родился. Как выходят из кризисных ситуаций эмоционально взрослые люди, когда реально мы никто не обережён от каких-то вот таких падений? Как выйти нормально в адеквате вообще? Ну, нужно, во-первых, понимать правду какого-то возраста. Потому что когда ты взрослая, ты всё понимаешь. Ты понимаешь, что твои родители умрут. Что твой брак не навсегда. Что твои друзья не клялись тебе в вечной верности. Что деньги могут обесцениться. Что может случиться землетрясение. Когда ты взрослый, ты понимаешь, что это всё нестабильно. Это признак взрослости. Взрослые понимают, что никогда никакой стабильности нигде не будет. Ни в отношениях, ни в государстве, ни в собственной безопасности. Ни в количестве денег, которые у тебя есть. Ни в тех людях, которые тебя окружают. То есть взрослый всегда даёт вот этот мягкий люфт, что кто-то может уйти, кто-то может измениться, что-то может пойти не так. И он спокоен в этой ситуации, потому что он понимает, что вообще-то мы не навсегда здесь. И всё, что у нас есть, никто нам не клялся, что это тоже навсегда. Ни деньги, ни люди. То есть ты всегда оставляешь такой буст того, что всё очень как бы нестабильно. И внутри тебя всегда есть понимание такой волнообразности. То есть я допускаю любую мысль. Допускаю, что может пойти так, а может по-другому. И получается от этого понимания проще воспринимать какие-то падения. Так происходит? Ну смотри, первое, что взрослый человек понимает, что он умрёт. Это первое. Второе, что он понимает, что он постареет. Третье, что он понимает, что он когда-то был чем-то болен и будет неодействован. Ну не знаю, ногу подвернула, там подскользнулась, упала, не знаю, защемила что-нибудь. И вот каждый раз, когда ты что-то понимаешь о том, что ну как бы вот эти негативные ситуации происходят, и это нормально. То есть в твою норму встраиваются в том числе и негативные события. Как устроен мир ребёнка? Он хочет верить, да, последнего в Деда Мороза. Он хочет верить во всех фей. Он загадывает желания на каждой кочке между двумя Машами и, не знаю, когда делает новое действие. Вот это ребёнок, понимаешь? То есть ребёнок, он современно что-то надеется. Взрослый, он просто смотрит, а что на самом деле. И вот почему я всех призываю концентрацию потренировать. Это же о том, что твой ум и твое тело в одной точке времени и пространства. Это про взрослость. Ребёнок, он будет где угодно. То есть он будет медитировать до конца жизни, лишь бы не наблюдать пятиэтажку из своего окна, а быть где-нибудь на плоту, знаешь, в чистой реке, и по которой ты плывёшь в своей прекрасной, волшебной медитации. И сейчас мир всё-таки больше детьми населён. И очень сложно объяснить, что такое взрослый, потому что они просто ещё не там. Ну как ты объяснишь своему там 12-летнему сыну, что такое быть взрослым мужчиной? Это сложно. Он как бы может быть и слышит слова, которые ты произносишь, но он этого не испытывает в этот момент. Ты можешь ему только примером показывать, что вот так вот взрослые поступают. Он чуть-чуть посмотрит, как бы такой, а, ну понятно. Но в какой-то момент он сделает так же. Смотри, пока мы на оранжевом уровне, мне хочется у тебя поподробнее спросить, вообще, как людям выйти в этот оранжевый уровень. Я так понимаю, что твой продукт, который у тебя нашумел вообще, называется... Самопродюсирование мы его называем, потому что это как раз про взрослость. Я как раз таки, да, и хотела подвести к тому, что это тот продукт, где ты людей учишь быть взрослыми, да, именно называется самопродюсирование, где человек берет себя сам, да, за волосы такой, и раз, и поехал. И я так предполагаю, что это больше для людей на оранжевом уровне, или все-таки из разных уровней к тебе заходят? Смотри, у меня достаточно много красных, уставших залетает, потому что красный это уровень, когда ты все время с кем-то конкурируешь, борешься, свою значимость доказываешь и пытаешься свое я вообще, да, отдельно от вот этих всех детских фаз, то есть ты, как бы, это первая фаза взрослости, что я вообще отдельная личность. Это вот этот пубертат, и очень часто люди после него дико уставшие, утерявшие любые смыслы, и они начинают ходить на тренинги, потому что они пытаются понять, а как по-другому жить, невозможно долго быть в красном, ты не можешь сражаться 10 лет подряд, да, ты можешь полгода потусить там, два года, а потом ты ляжешь звездочкой и будешь плакать и смотреть в потолок. И очень много красных, которые приходят спросить, а как можно по-другому продавать, жить, строить отношения, все, то есть спиралка, чем хороша, она учит тебя параллельно все делать. Ну, то есть ты по-другому отношения строишь, ты по-другому товары свои презентуешь, ты по-другому себя уже как-то, да, транслируешь. Красные, правда, очень уставшие, и кто-то им должен объяснить как по-другому, потому что, знаешь, красный период это дикая адреналиновая горка, то есть ты делаешь что-то, что тебя очень сильно выносит из твоей привычной реальности, у тебя ужасный адреналиновый пик в этот момент, и, знаешь, есть такая адреналиновая вот эта ямка адреналиновая, ты была в ней, я думаю, да, когда-то, ты просто вообще ощущение, что жить не хочется, и вот в адреналиновых ямках ко мне много народу приходит, я им объясняю, как делать более планомерно, менее травматично, да, как-то более бережно, уже более в сине-оранжевые смыслы, где-то в зеленые увожу. Часто, знаешь, приходят люди, которые на переходе, то есть вот они закончили только что красный, они дальше не знают, что. То же самое вот люди в синем тупике, они тоже да, стабильно, да, планомерно, да, безопасно жить не хочется, потому что хочется свободы, хочется передвижения, хочется веселья, и я и хочу безопасно переходить, потому что большинство людей, они вот каждый переход, только закончился уровень, все, у них, знаешь, вот эта вечно навязчивая идея, бросить мужа детей, уехать, бросить работу, поменять профессию, это самое глупое, что можно сделать. Самое лучшее просто понять, как у нас происходит эмоциональное взросление и не делать резких движений. Делать все постепенно, где-то подготовиться заранее, где-то смягчить, где-то соломку подселить, то есть я зато, я вообще, поскольку я такая уже глубоко зеленая, я забережность. Синие, это когда, то есть люди приходят на переходах, когда кризис, они начинают искать какое-то дополнительное знание, а сейчас, слава богу, есть софты, так называемые, на рынке, да, то есть я учитель по софтам, то есть я ставлю людям софты. Что такое софт? это мягкие навыки, которые помогают более мягко проживать, более мягко продавать, более мягко общаться, более мягко дружить, более мягкие отношения строить, и спиралка это софт, и софт всегда, знаешь, как маслица, помогает с периода на период вот эти этапы взросления проходить гораздо мягче, это как такой, ну, внутренний, да, наставник дорожной карты. Есть два основных термина, это hard skill и soft skill. Hard это твердый навык, это то, что дает нам государство, это профессия, это то, что ты можешь делать технически, даже не вкладывая душу или дополнительные смыслы, тебе будут платить. Например, фасовать сахар по пакетам, подметать улицу, быть бариста, делать массаж, делать маникюр, строить дороги. То есть, это какой-то более, скажем так, технический навык, не обязательно физический. Ты можешь быть преподавателем иностранного языка и совершенно hard то есть, ты говоришь, это слово означает это, это слово означает это, ты такой hard и такой hard учитель. То есть, очень жесткий, сухой и скупой в чем-то эмоциональном. Вся наша школа, это был вот этот скупой, сухой hard, поэтому ее дети ненавидят, потому что дети, конечно, эмоционально не предназначены для того, чтобы в них сразу hard пихать. Я считаю, что надо в первую часть жизни софт загрузить, а потом уже hard получать, когда ты к этому эмоционально вызрел. И пока что мир не дошел до этого понимания, потому что мы еще не дозрели. Но надеюсь, когда я стану президентом, я переворот сделаю в системе по образованию. И про школу, тут тоже такая тема интересная, что считается, что школа была сделана по подобию завода, по звонку, от звонка до звонка, перерывы, чтобы привыкать. для того, чтобы детей сразу же приготовить, структурировать и сделать своего рода роботами. И сейчас мы тоже меняем эту концепцию. Сейчас мы стали больше об этом говорить, мы стали отдавать детей в другие учебные заведения. Часто. Вот, поэтому, да. Почему сейчас так много людей агрессивно продают и вообще что с этим делать, как из этого выйти? И люди же становятся жертвами этих агрессивных продаж, хотя, возможно, подсознательно они понимают, что это немножко нездоровая ситуация, но люди покупают. Это так называемый период взросления. И вот чем интересна спиралка, она не только про уровень взросления тебя, как личности внутри, твой эмоциональный возраст. Через нее можно объяснить всю экономику, всю психологию, все политические, да, какие-то по разных стран. И сейчас просто инфобиз, он находился на красном уровне по спиралке. да, то есть это очень яркий, заметный, громкий, короткий период. Красный никогда не задерживается, это самые короткие периоды. И люди из него потихоньку выходят, сейчас будет тенденция на синий период, так называемый, когда будет все законно, структурно, более методично, более планомерно, немножко более сухо зато. То есть вот эти эмоции вообще к инфобизнесу сейчас начнет пропадать интерес, потому что стабильная часть рынка никого никогда не интересует. Люди замечают только красные стадии рынка, когда все кричат, визжат, типа, ой, там такое птичка, там столько вкусного, о, нет, о, ну, и был такой же ажиотаж к крипте, да, когда крипта была в красном периоде рынка. Чем это неприятно? Тем, что, во-первых, это очень заметно и все по глупости на это ведутся, второе, что там всегда очень много непрофессионалов, потому что все-таки красный рынок это означает, что он свежеиспеченный и он очень в глубоком внутреннем конфликте, то есть красный уровень всегда про внутренний конфликт какой-то, когда ты не понимаешь, где правда сам, и ты борешься часто за заблуждение, и ты готов жизнь положить за это заблуждение. И когда я, например, с криптономией общаюсь, я вижу, что они правда готовы за это жизнь положить, хотя они еще до конца не протестировали нишу, и они не знают, чем это все закончится, но они вот уверовали, знаешь, в это и борются. Все религии тоже начинали, мы можем отмотать историю с красных периодов. В православии был самый заметный, наверное, в исламе красные периоды, очень заметный. Сейчас просто этот период настиг инфобиз, и как только он придет в следующую фазу, интерес подугаснет, потому что синий период, он уже сухенький, он уже более стерильненький, он уже законный, да, то есть там хайпа не раздуешь. Слушай, а кому именно погаснет интерес, и кого не станет на этом рынке? Полностью погаснет интерес ко всем, кто продает красным методом. Это несбыточное обещание, это история про дефицит, что только сегодня, только сейчас. это эмоциональные качели, что если ты не купишь, то будет жопа, знаешь, что ты без этого жить не сможешь. Вот все эти эмоциональные качели, когда тебя через страх или через боль, знаешь, все думают, что это классика продаж, продавать через боль. Типа у тебя там вот такая рана, и тебе в нее продают. Мы выйдем из этого в пользу. Это еще не совсем зеленая польза, что вот сердце, приложи подорожник, нет. Это про, знаешь, такой устойчивый жизненный уровень. То есть синий дает тебе достаток, дает тебе безопасность, дает тебе законность, это какой-то документ, а воборот. Сейчас будет все, скажем так, более прозрачно и более понятно продаваться. То есть тебе скажут, курс даст вам вот эти знания, вы можете их планомерно получить, если будете стараться. Вот это правда, потому что это как школа, то есть синий уровень это вот классическая школа. Ты можешь взять знания, которые в ней дают, можешь не взять. Это уже твоя личная ответственность. Если ты пришел и не взял, значит ты двоечник. А сейчас да, на красном уровне как это звучит? Типа все накупили обещаний, в них это не впихуемо, и они ходят в истерике, что у них что-то не получается. Это чисто подростковая история. Взрослый человек понимает, что от того, что один раз что-то послушал, не знает, что ты в этом мастер, и можно остановиться сразу профиком. Сейчас будет спадать волна новоиспеченных специалистов, то есть которые вчера что-то изучили, а сегодня уже это продают. Уходит волна с рынка сто процентов. То есть мы будем получать сейчас из крупных красных кейсов много маленьких синих. это микроэксперты, это вот эти девчонки, которые сейчас сидят, смотрят на этих релиархных оборотов красных в глубокой депрессии и непонимании, как к этому прийти. Они успокоятся и поймут, что можно быть микроинфлюенсером, можно быть микроэкспертом, но профи своего дела. То есть у тебя есть чем-то опыт, и этот опыт кому-то нужен. Вот так будет выглядеть синий период инфобизнеса. Здесь, конечно, самое главное, чтобы всех немножко нам с тобой отрезвить, чтобы все начали горизонтально продавать. То есть горизонтальная продажа дает тебе твоего клиента. Если у тебя твой клиент пришел, ты с ним не мучаешься, не страдаешь, не устаешь, вы понимаете друг другу, и вы друг другу полезны. И не важно какого-то возраста, пусть бежевые с бежевыми тусуются, фиолетовые с фиолетовыми, красные с красными пусть дальше тусуются синие-синие, оранжевый с оранжевым, зеленый с зеленым. Это, знаешь, как я так подумала про аналогию в отношениях, когда ты вступаешь в отношения и ты в маске, и твой партнер тоже в маске, ну вот через какое-то время там, конечно же, начнутся конфликты. А когда ты уже сразу без маски говоришь, вот я вот такая вот, и твой партнер точно так же, ну, это минимализирует конфликтные ситуации в ваших отношениях. Только единственное, экономит. Да, я не поняла, вот ты сказала, типа пусть остаются все бежевые с бежевыми, красными с красными, синими с синими, но я так поняла, что мы переходим в целом на синий уровень продаж или типа бежевые с бежевыми все-таки? Ты смотришь на рынок с точки зрения инфобиза, но это лишь один сегмент, а спиральная динамика про все сегменты. Пойми, что сейчас есть и врачи, и учителя, и швеи, и мотористки, и люди, которые фермы строят, и это никакого отношения к инфобизу не имеет. То есть сам по себе инфобиз – это перепродажа информации. А мы сейчас говорим про более широкий спектр, то есть про всех людей, не только про тех, которые в инфобизе. Мы говорим о рынке в целом, то есть рынок весь существует параллельно. Просто мы замечаем только тех, кто сейчас в красном периоде. Недавно в красном периоде были криптоны, и всем казалось, что нужно заниматься криптой. Красный период криптонов чуть под угас, все, все забыли, все дальше занимаются своими делами. Сейчас был красный период инфобиза, и все схватились за голову, боже, нужно становиться инфобизнесменами, давайте бежать туда, там громко, и там музыка, и там праздник. Сейчас, слава богу, он подутихает. Следующий, сейчас давай даже попробуем спрогнозировать. Но сейчас точно будет волна экологии сто процентов, потому что мы в том числе создаем этот тренд, то есть мы сейчас в него очень сильно вкладываемся. Сейчас люди уйдут, ну то, что я вижу, да, на экологию и на благотворительность, я вижу лично тренд, потому что я внутри этого, и я вижу, как оно растет. Я думаю, что ты в своей сфере тоже видишь какие-то тенденции, поэтому я тебе совсем общие тенденции не назову, я только в своем сегменте, да, вижу. Но я рассматриваю рынок шире, чем то, что я знаю. То есть то, что я знаю, это только моя часть, а есть еще много другого. И спиралка мне позволяет оставаться в трезвости, что кроме того, что есть у меня, есть еще вот это, вот это и вот это, и я это держу в поле зрения, то есть у меня такой более широкий кругозор в этом плане. Поэтому я не могу сейчас вести людям с тобой диалог только с точки зрения инфобиза. Есть еще много всего. Если ты врач, тебе нужно понять на каком-то уровне врач и постараться нарабатывать своих клиентов. И это не про инфобиз, это про горизонтальные отношения с клиентом, это более взрослая, более приятная, более безопасная позиция. И мне не важно, относишься ты как-то к инфобизу или нет, есть ли у тебя онлайн-продажи или нет. Ты можешь в офлайне работать более спокойно, более счастливо и более продуктивно. Потому что спиралка, она что дает? В первую очередь она дает вот это внутренние силы. Я тебе объясняю, что люди разных возрастов, у них разные интересы, у них разный лексикон, у них разный мотив к действию. И ты совершаешь меньше ошибок, вступая с ними во взаимодействие. Ты наживаешь меньше и формулируешь, формируешь меньше конфликтов, пока с ними взаимодействуешь. И твой день к вечеру более приятный. То есть, если проанализировать день человека, который не знает спиралку, он более травматичен и к вечеру он более уставший. И у него очень мало времени и сил на то, чтобы пойти и что-то поделать в свободное время. А вот это понимание эмоционального, какого-то бэкграунда, вот эта дорожная карта, эмоционального интеллекта, она дает тебе очень большой запас сил к вечеру, когда ты не потратил зря какие-то силы. И ты можешь пойти погулять, с кем-то повидаться, еще что-то. И это не в рамках онлайн пространства. Поэтому мы с тобой шире сейчас говорим, чем просто какие-то продажи, каких-то товаров в онлайне. Это вообще весь рынок. То есть, весь рынок можно причесать, понять, кто ты, понять, кто твой клиент, понять, кто лишний клиент, кто недостающий, наладить между ними связь через самовыражение, через то, что ты говоришь смыслы о себе, о своем товаре, о своем услуге. И находишь подходящих для тебя людей, которым это нужно. То есть, я обучаю именно софтам. Софтам про то, что все станет мягче. Взаимоотношения с детьми, с мужем, с коллегами, с родственниками, с прохожими, с охранниками в магазине, понимаешь, то есть, вся коммуникация в твоей жизни, не только в онлайн-пространстве. Знаешь, я сейчас тебя слушаю, и я чувствую, как ты сама стала мягче. Ну, то есть, я сейчас в тебе вижу очень такого, вот, ты как мягкая кошка. И я, я не знаю, что конкретно там произошло у тебя, да, сейчас, но, несмотря на то, что ты там баллотировалась в президенты, там, да, была куча разных дел, вот эта эко-активистическая позиция. И, несмотря на это, все, я вижу в тебе вот эту вот мягкость, и, возможно, это те самые софт-скиллы, да, которые ты пользуешься. Ну, конечно, я за счет того, что это круглосуточно преподаю, я в этом очень глубоко сама, и сложно это не замечать. То есть, я, понятно, стала глубже, когда я начала преподавать. То есть, сначала я долго изучала, пять лет у меня ушло. Потом начала рассказывать, они начали еще глубже. Когда ты рассказываешь, конечно, прорастает глубже. И когда я начала преподавать, все, то есть, это настолько глубоко, ты видишь это везде. И, знаешь, я сейчас так говорю, что, ребята, особенно, если вы в помогающих профессиях, не вздумайте работать с людьми, если вы не установили себе этот софт. Это невозможно. Это бессмысленно. Не нужно работать. психотерапевтом, каким-то проводником, коучем, наставником. Нет смысла, если вы не знаете вот этот базовый софт про эмоциональный возраст человека. Потому что, конечно, у них интересы разные, у них мотив к действию разный. Это база эмоционального возраста. Если ее сократить до смысла, то это говорит о том, что одно и то же действие мы с тобой можем совершать из разного побуждения, из разного мотива. То есть тот мотив, из которого я, например, помогаю животным, и тот мотив, из которого другой человек помогает животным, действия похожи, мотив разный. И это очень глубоко. И вот без этой глубины невозможно, например, в помогающих профессиях вообще работать. Я вижу, как ко мне приходят вроде бы на курс по самопродюсированию. Я просто учу людей коммуникации и более мягким продажам. Я понимаю, что у меня за 20-минутное общение с девочкой в мастер-майде я ее доковыриваю глубже, чем два года терапии, в которой она была. Потому что ее терапевт просто мимо бил. То есть у нее терапевт на одном уровне возраста, она на другом. Они вообще друг друга не понимают. Это два иностранных языка. И спиралка, она о том, что бежевые говорят на китайском, фиолетовые говорят на армянском, красные говорят на испанском, синие говорят на классическом английском, оранжевые говорят на чем же они говорят, сейчас подумаю, на каком-то французском, знаешь, они уже такие более гидонистические, а зеленые говорят на каком-нибудь мертвом языке, там, хинди, знаешь. А на русском почему никто не говорит, Рад? Где мы русский потеряли? Давай желтые, желтые на русском. Класс. Желтые на русском говорят. Огонь. Да, и у меня тоже мысль такая пришла, что вот эта вот взрослая позиция, да, вот эта вот взрослые, взрослые, есть налет того, что это как будто бы может стать скучноватым, и если продавать все время, ну, даже просто жить, да, вот эта как будто бы взрослая позиция, она лишена какой-то детской радости, и как будто бы можно устать от этой работы, если я как взрослая все время, а где же вот это вот подурачиться и так далее. Вот смотри, да, у меня есть несколько базовых доп, ну, блоков. Понятно, что мы только не на спиральной динамике едем, то есть там есть дополнительные софты. И у меня есть такой классный софт, три зоны коммуникации с людьми. Это формальное, неформальное, интимное общение. Вот формальная зона, это там, где дистанция очень большая, все друг друга уважают. Там очень сложно пораниться от другого человека, потому что дистанция большая, все новые. Это, знаешь, такой формальный, то есть это язык учреждений, каких-то синих структур, малого знакомства, да, когда мы совсем не знакомы, мы в формальной зоне держимся. Очень друг друга заранее уважаем, знаешь, вот это вот деликатное общение. И люди очень часто просто не понимая, например, что есть такая зона, в ней застревают. Хотя это просто зона, потому что есть еще неформальная зона. Это зона, где все радуются, где все приветливые, там уже сокращается дистанция, там уже юмор приветствуется, там какие-то истории, то есть там, знаешь, такое более приятное, приятельское общение. И есть еще зона интимного общения, очень глубокая, доверительная, там вообще нет преград, там нет границ, то есть там вот это взаимопроникновение у другого человека, там много искренности, там уже и боли какие-то появляются, да. Это не безопасная зона, но она самая глубокая, самая приятная. И я вижу часто, что вот даже без вот этого простого знания люди очень путаются в пространстве. Они не понимают, что нужно переключать скорости. Вот сейчас мы с тобой вот так серьезно общаемся, ага, а вот здесь уместно вот так общаться, а вот здесь вот так. И даже когда вот эти первые три зоны в начале нашего курса, например, с ребятами разгребаю, оказывается, что они застревают в формальной зоне жизни. Я говорю, подождите, а в неформальной зоне вы с кем-то общаетесь? Нет. Знаешь, почему нет? Потому что небезопасно. Потому что люди застревают в зоне общения, где большие дистанции, потому что они тупо не умеют общаться, и они вынуждены общаться в формальной зоне, потому что так не больно. Но чтобы пойти в неформальную или вот эту глубокую, интимную, нужно эмоциональное образование дополнительное. Нужно знать, а как общаться, а с кем общаться, а почему, а зачем. Там много глубоких вопросов, до которых люди не дозрели, и поэтому они застревают в формальной зоне. Хотя все три зоны welcome, они бесплатно. Ты можешь во всех тусить. У меня был потрясающий опыт. Как раз я была на выборах, и у меня, знаешь, такое было большое-большое выступление на 500 человек. Там вот этот большой зал, знаешь, микрофон, и пришли люди, которых я никогда не видела. И я хотела всех с пользой отпустить, и я им начала читать большой материал по вот этим трем зонам. Я им объясняла, как выглядит формальная зона общения, что в ней люди делают, что уместно, что неуместно, и вот две вторые тоже. Я их попросила в конце поднять руки. Я говорю, кто из вас бывает в формальном общении? 500 рук. Я говорю, хорошо, кто из вас бывает в неформальном общении? 200. Я говорю, а у кого из вас есть вот это глубокое, близкое, интимное общение? 5 рук. Это 1% из 500 человек. 5 рук. Но это мы не берем, мы не берем, получается, семейные отношения, потому что вроде бы как семейность предполагает вот это близкое общение. Или это ты все рассматриваешь? Не предполагает. Рад, смотри, есть такая ситуация, что часто люди идут за тенденциями, что касается продаж, составления своих каких-то продуктов и так далее. То есть люди смотрят на то, как делают другие, отрицая то, что есть в них, и идут за кем-то, не узнав, что на самом деле есть внутри. Почему так происходит и как это отражается вообще на тех же продажах, на людях? Как это все выглядит? Смотри, за тенденциями идут всегда подростки. Если мы изучаем в общем рынок, в этой реальности, то покупательская корзинка всегда кем оплачена? Это девочки от 12 до 25. Это основная потребительская база всего рынка. И любят потреблять тенденции именно подростки, потому что им кажется, что от того, что они на волне, они классные. И вот это желание, знаешь, быть причастным к тому, что сейчас модно. это признак незрелости. И по этому пути только часть людей идут. Мы не можем сказать, что все так делают. Так делают только вот эмоциональные подростки. Я бы сказала, что это до синих. То есть до синих это прямо подростки-подростки. То есть там вообще на интеллект мы не рассчитываем. Они все импульсивные, они все на гормонах. Знаешь, молода вот эта горячесть. А все, кто постарше, да, вот эти синие, оранжевые, зелененькие, они, конечно, уже сообразительны. Они могут что-то проанализировать, профильтровать. И они уже не настолько склонны стать жертвами тенденций. Потому что тенденция, конечно, это жернова, которые тебя перемолят, не заметят. Да. И мы видим, как миллионы подростков страдают от того, что нужно быть худее, красивее, волосы должны быть гуще, там все должно быть пухлее, здесь тоньше, здесь больше. И это больно. То есть бесконечно в эту тенденцию попадать очень тяжело. И у кого на это сил не хватает, они очень страдают. Мы стараемся всех немножечко расслабить, отразвить, чтобы все в своем ритме шли. Никакой разницы нет. Если ты, грубо говоря, будешь бесконечно в тенденции, в какой-то момент ты погибнешь, потому что тебе не хватит сил. И мне нужно, чтобы все, наоборот, ну, как-то, знаешь, по полочкам, да, разбежались. И чем хороша спиралка, то первое, что ты делаешь, тебе нужно вообще понять, кто ты. Если ты нашел себя подростком, для тебя это звоночек, что ты очень склонен попадаться на крючок тенденции, чтобы ты внимательнее смотрел. То, что я сейчас хочу, я правда этого хочу, или я хочу, потому что я кому-то позавидовал, или на какой-то классной девчонке это есть, или мне кто-то это классно там продал. Те, кто постарше, им это дает вот этот выдох, что, ой, слава богу, нам уже так делать не надо, как делает тенденция, мы вообще там на своих этажах. И очень много спокойствия и расслабления в этом приеме. И, наверное, вот самое важное про продажи, что я хочу сказать, это то, что все-таки планомерность и спокойствие и безопасность это залог длительных отношений с рынком и вообще любых длительных отношений. И как это строится? Нужно сначала понять, где ты, на каком-то уровне, в каком-то периоде эмоционального созревания. Тогда ты поймешь, что на самом деле ты можешь предложить. Первая ошибка любого, то, что он предлагает то, в чем он не мастер, то, чего у него нет и то, о чем он вообще ничего не знает. Потому что такая тенденция. То есть сейчас есть тенденция продавать духовность. Ее продают те, кто никакого отношения к этому, например, не имеет. И это очень больно и для носителя, то есть и для продавца, и для покупателя. Обе стороны являются в этой сделке пострадавшими. Поэтому первое, что я, например, делаю, я привожу людей в чувство. Кто ты? Какой твой эмоциональный возраст? Ты можешь общаться только с людьми, которые чуть-чуть младше тебя эмоционально и чуть-чуть старше. Все остальные контакты для тебя травматичны. Или тебе придется объяснять, как детям и ты замучаешься. Хотя так тоже можно, если ты найдешь себя в этом, будь учительницей младших классов в классной профессии. Ну, в любом рынке. То есть в любом рынке ты можешь быть учительницей младших классов. Если ты себя в этом нашла, пожалуйста. Но максимально болевой эффект мы получаем, когда мы младше и мы пытаемся что-то сделать для тех, кто нас старше обогнал по эмоциональному возрасту. Это серьезная травма, после этого тебя терапевты будут откачивать. Это правда больно, это травматично. Там страдает твоя самооценка, ты себя будешь бесконечно чувствовать самозванцем, ты все время не полезен и у тебя вот этого удовлетворения от собственной деятельности нет. И, конечно, любой рынок нужно сегментировать по возрастам. Это как я сегментирую на школу. вот есть младшая школа, есть средняя школа, есть старшеклассники, есть институт, а есть уже взрослые ученые. И весь рынок сегментируется именно так. и если ты взрослый ученый, нет смысла что-то покупать в первоклашек, тебе не понравится. То же самое, нет смысла им что-то продавать, им тоже это не понравится. И я стараюсь просто всех причесать. Да, слушай, то есть в любом случае все сводится к спиральной динамике. Куда, да, никуда не плюнь, везде получается. Просто найди своих, где ты, для кого ты хочешь сделать этот продукт. То есть я правильно понимаю, если я, ну, например, там, синий, то синий может делать и для красных, и для оранжевых, если мы берем один туда, один сюда. То есть он может охватить вот этот спектр. Но если там человек на фиолетовом, то для оранжевых он никак уже не сделает никакого продукта. Не интересен, он не интересен, да, конечно. Потому что фиолетовый для оранжевых вообще просто 12-летний подросток, который вообще еще жизнь не познал. И это очень болевой контакт. То есть получается... Ну, разница в возрасте, серьезно. Да, ты помогаешь людям просто идентифицировать себя, понять, кто я, что я, где я, на каком этаже и создать какой-то классный продукт, полезный людям. И таким образом все будут счастливы. мы возвращаемся к тому, с чего начали. Помнишь, я тебе говорила, что мир сейчас основной переход как выглядит? Мы перестаем анализировать человека по его физическому возрасту. То, что ты, Вика, и тебе, не знаю, 32 года, не означает, что ты вот это. То есть внутри там может быть или взрослее существо, или моложе существо, понимаешь? И я как раз учу оценивать, а какой реальный возраст твой, окружающих, с кем ты можешь работать, что тебе под силу, что для тебя тяжеловато, что тебе уже скучно. И вот эта вот трезвость, она причесывает нам весь рынок, весь, вообще любой рынок. Рынок отношений, рынок выбора партнера, рынок продажи чего-то. То есть все, что ты делаешь, это рынок. Ты сейчас на рынке невест, ты сейчас на рынке ведущих, ты сейчас на рынке, не знаю, духовных наставников, ты сейчас на рынке интервьюеров, на рынке ютуб-каналов, на рынке подруг. То есть это все плюс-минус можно свести к одному слову рынок. Потому что мы чем-то меняемся. И если мы, например, даже уберем деньги с этой планеты, мы все равно продолжим чем-то меняться. И нужно понимать, да, то есть сколько стоит твой товар и на какой он возраст, и сколько стоит товар других, на какой он возраст. Чтобы мы вот так вот, знаешь, на разных языках не пытались дружить. Очень сложно дружить, когда ты на китайском, а я на французском. Вот. То есть ты очень примерно понимаешь, но не глубоко. Я с тобой согласна. Я думаю, что от этого зависит и уровень дохода, да, как ни крути, мы находимся в материальном мире, нам всем нужны деньги. и как ты думаешь, какие главные правила в этом мире есть по зарабатыванию денег, ну вот, если мы берем наш период сейчас? Смотри, первое, самое важное, что опять хард и софт, хард, которому ты обучилась, скорее всего, в школе, в институте, да, и, ну, на каких-то первичных работах, да, твой технический навык, на котором ты зарабатываешь, никогда не принесет тебе больших денег. На харде невозможно зарабатывать большие деньги, это очень приемлемые суммы, очень съедобные суммы. Если ты хочешь в более приятные большие суммы, их только через софт получают. Но это не значит, что если ты установила софт, ты тут же разбогатеешь. Просто те, кто привыкли хардово работать, знаешь, вот он там, не знаю, печатает принты на футболках, и он ждет, что он когда-то станет массовая там H&M или Zara. Нет, этого не произойдет. Потому что, чтобы выйти в масштаб, все равно нужны какие-то софты. То есть софты дают взросление. Второе, если у тебя есть взрослость, это не равно, что ты богатый. Да, то есть мы заходим в конфигурацию более сложных тем. Если ты взрослый, это означает, что у тебя есть софты, и ты можешь более приятно зарабатывать. То есть ты можешь, например, те же самые деньги получать, но приятно. И если захочешь, то можешь их увеличивать, если захочешь. Но я никогда не настаиваю на супер богатстве, потому что зачем оно, у меня до сих пор большие вопросы. Я не нашла причин, по которым людям всем нужно быть очень богатыми. Этих причин нет. Да, если вы супермасштабный желтый, и вам нужно менять мир, вы там двигаете какие-то большие пласты реальности, вам нужны деньги. Я согласна. Но остальным планом зачем? Ну просто, знаешь, супер богатство, у каждого восприятие этого слова разного. Для кого-то там миллион рублей это супер богатство, а для кого-то там 15 миллионов долларов это как бы маловато будет. все зависит от качества жизни, что я делаю, что несу в этот мир. Но можно ли как-то сузить вообще там, не знаю, топ-3 правила денег в этом мире? Для каждого пусть это будет своя вместимость. Не знаю. Давай топ-1. Топ-1 давай. Топ-1, да, у меня был, помнишь, мое первое выступление на Бали по спиралке, оно называлось «Духовность равно честность». Духовность равно честность это топ-1 правило всего в этом мире. А когда там знак равно должно быть. Когда ты честно понимаешь, кто ты, что ты умеешь и что ты правда можешь делать, ты это честно упаковываешь и говоришь об этом на любом рынке. Например, как девушка. Ты честно говоришь, я не умею готовить, у меня три ребенка, мне там, не знаю, 38 лет, понимаешь? Это честно по отношению к тому, что тебя будут парни, например, выбирать. И вот это честность, понимаешь? Если тебя кто-то выбрал, вопросиков дальше не возникнет. Я вижу девчонок до сих пор, которые врут возраст или врут про количество детей, знаешь, или еще что-то врут. То же самое, когда ты устраиваешься на работу. Все там себе, знаешь, припишут 350 качеств, вообще профессиональных, которых у них отродясь не было, а потом проблемки возникают. И вот каждый раз, когда ты нечестно входишь, вот начинается вот эта кутерьма. И то же самое с классическим рынком. Ты нечестно презентовала товар. Ты нечестно презентовала свою услугу, да? Приукрасила. Или не смогла словами выразить вообще, описать товар. Ну, элементарно описать словами свой товар, услугу или себя. И все, понимаешь? Вот нет этого навыка, и уже очень сложно вот в честность войти. Нечестность здесь ведь не с точки зрения, что ты пытаешься даже обмануть кого-то. Нечестность бывает последствием того, что ты не умеешь выразить словами что-то. То есть ты не смогла сказать, люди не получили информацию, они потом как бы с тобой уже в конфликт вступают, потому что недостаток информации какой-то на входе потом тоже дает вот это последствия. И вот это честное умение выражать свои мысли, объяснять свои позиции, свои мысли, планы, ценность продуктов, самовыражение должно быть очень чистым, хорошо выстроенным между мозгом и ртом. Да, вот эта связь, когда ты то, что думаешь... Можно еще добавить сюда чувствование, знаешь, можно еще добавить сюда голову, то, что ты чувствуешь, что ты думаешь, что ты говоришь, и то ты и делаешь, да, то есть вообще вот эту вот связку, если ее привести в привычку, то, блин, мир будет просто супер честным. Смотри, к чему это приводит? К тому, что, во-первых, люди могут точно понять, что у тебя есть, что ты вообще можешь предложить. Дальше они могут точно оценить, им это нужно или нет. И дальше, когда они это берут у тебя, у них вот этот шлейф дополнительных сюрпризов не вскрывается. И вот этих до проблем после тоже нет. Сейчас как выглядит рынок? Какашку завернули в фантик посимпатичнее, через агрессивную продажу впихнули, человек это, знаешь, съел, даже ничего не понял, а потом до него доходит и начинают вот эти проблемы опосля. И это очень много хаоса на рынке. Рынок сейчас очень пастозный, очень тягучий, хотя кажется, он такой динамичный. Но ты динамично продаешь и потом очень долго разгребаешь. Динамично продаешь и потом опять долго разгребаешь. То есть нет ничего классного вот в этих красных продажах, потому что да, в момент всем кажется, о боги, они сделали какие-то невероятные цифры. А потом эти невероятные цифры тебе как бы или тюрьма, знаешь, или тебе нужно потом суды или куча потом доп каких-то шлейфовых проблем. И чем медленнее, понятнее, спокойнее ты хоть что-то продаешь, неважно на каком рынке, как товар, как услугу, себя как специалиста, как будущую подругу, как будущую жену, как будущего наставника, неважно. Чем медленней, понятней, планомерней ты это делаешь, тем меньше у тебя последствий проблем. Если у тебя нет проблем, ты в хорошем состоянии, у тебя есть энергия, и ты можешь дальше что-то делать. Красные, да, промахиваются? Они вкладывают все силы в то, чтобы сейчас получить прибыль, а потом больше никогда ничего не получают. Ну, ты видишь всех красных ребят, которые были на рынке, они вспыхнули, загасли, и больше про них никто не слышал. Смотри, какие синие красивые на рынке, планомерные, медленно идут, ответственные, знаешь, там прозрачненькие, логичненькие, безопасные, устойчивые, там предсказуемые, оранжевые, да, тоже вот это горизонтальные отношения, понятные, приятные, не кинут, не обманут, готовы на следующие взаимодействия. И мы сейчас выходим из одноразовых взаимодействий на рынке в многоразовые, в постоянные, в планомерные, так называемый синий, оранжевый период. А дальше у нас идет, получается, мы с тобой на самом деле не завершили, да, вообще рассказ про зеленых и про желтых. Получается, что вот если эта тенденция из синего перетекает в оранжевый, да, я сразу, например, смотрю структуру там нашей команды, да, я думаю, так, мы вообще где? И в целом мне кажется, что в любой команде есть и синие, да, те, кто с табличками сидят, что-то там проверяют, да, 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 и оранжевые, которые такие эгегей там, давайте, ну вот, бежевых, фиолетовых не наблюдается, например, у нас, да, а зеленые это то, к чему мы потихонечку подходим, где мы занимаемся благотворительностью, мы пока еще не на полную мощь, мы регулярно, да, отправляем кому-то помощь, но это пока еще не какие-то колоссальные суммы, но в целом это идет там, про зеленую, я думаю, что вот как раз-таки сейчас компании, многие выходят в эту зеленость, но зеленость, это же не про благотворительность, про эко, зеленый, вот смотри, зеленый, это один из самых объемных уровней, потому что это центр, да, то есть это центр вот этого, в принципе, ромашки, спиральной динамики, и там есть внутренний уровень, и есть внешний, внутренний зеленый, это ты, когда заходишь в свою личность, вообще все, что до зеленого, так называемая внешняя социальная реализация, то, насколько ты успешная, то, насколько ты красивая, сколько ты зарабатываешь, кто тебя там знает, любит, это все внешняя социальная реализация, но только в зеленом уровне мы что-то узнаем про себя, и это так называемое первое рождение личности, оно происходит на зеленом, то есть до этого мы просто, знаешь, такие роботы-человеки, которые ходят и играют успешность в преуспешность, в разных формах, под разным соусом, но только на зеленом мы начинаем искать а я то вообще кто вот без этого всего где мое ядро потому что у нас все равно фонят опыт прошлой жизни очень сильно и мы понимаем что то что сейчас на волне это очень быстротечно то что сейчас вот в тенденциях это вообще молниеносно относительно того кем мы на самом деле являемся да мы такие очень древние во многом персонажи явно старше чем то что в результате этой жизни наблюдали и на глубоком зеленом мы идем вглубь себя узнать а кто же я отдельно от детей от мужа от подруг от социума кто я и есть так называемый внешне зеленый это когда ты уже очень зрелая личность ты хорошо стоишь на ногах у тебя есть ресурсы и эмоциональные и еще какие-то временные физические связи любые ресурсы мы не про деньги то есть любые ресурсы могут быть использованы классно и ты начинаешь их внешне реализовать это уже экоповестка это зоозащита это чистая вода чистый воздух вторичное потребление бережное отношение к жизни к любой жизни к своей к чужой к животному к насекомому к чистоте планеты то есть это бережное отношение ко всему каждой вещи каждой птички и это так называемый внешне зеленый и он не только про благотворительность он про то что в тебе есть дополнительные смыслы знаешь сотрудники с дополнительной ценности а вот в зеленых есть дополнительные смысл то есть кроме того что ты мать жена подруга там не знаю ведущая да и успешно этом self-made например у тебя с дополнительные смыслы они могут быть заметны могут быть незаметны но они есть зеленый очень часто к сожалению тихий уровень потому что люди уходят вот в этот глубокий и они считают что это не надо показывать из-за того что они этого не показывают мы не создаем зеленую тенденцию хотя могли бы это похоже на то что происходит там знаю ретриты всякие где люди хотят найти новый смысл да они там ну заработали денег да что-то поняли про бизнес там и так далее и поняли что есть что-то еще чего они не понимают и вот они ходят по разным практикам да и узнаю что-то про себя то есть это считается зеленый уровень это глубокий зеленый то есть вот да то есть 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 дно зеленого есть пик зеленого вот то что ты говоришь ретрит да вот этот личный самопоиск это дно зеленого а пик зеленого это когда ты идешь в очень активную социальную реализацию окей активно зеленый самый сложный в эко потому что в сфере экологичности бережность то есть если одним словом подытожить зеленый уровень бережность это может быть все что угодно понимаешь например ты запускаешь более бережные операции в сфере медицины да то есть менее травматично это тоже про зеленый то есть зеленый это про все где-то бережность хоть какую-то проявляешь к потреблению то есть например ты разработала кран который сокращает потребление воды при мытье там в обычных бытовых условиях это зеленая тема то есть про сокращение потребления про бережное использование все помогающие профессии практически терапевтирующие это про бережность до про бережная к себе, пробережно к окружающим, много терапевтов на зеленом уровне. Например, коучи это чисто красные ребята, там какой-нибудь стратегический бизнес-тренер это чисто синяя тема, но помогающая профессия это зеленая, то есть там достаточно много ребят, их можно долго описывать, классифицировать, но это не только про благотворительность, это именно про бережность. Благотворительность это когда ты знаешь, там с широкой ноги что-то отсыпал, а вот бережность это когда ты любые ресурсы пытаешься в эту идею вплести, чтобы получилось. Более глубокая тема, то есть благотворительность это идея оранжевого уровня, когда у тебя есть излишек наконец-то и ты хочешь с кем-то поделиться, зеленый просочится без денег, то есть он вот так начнет, там мотивация глубже. Давай обозначим еще, еще у нас один уровень остался, желтый, мы бирюзовый, как ты уже меня за кадром сказала, лучше не будем трогать, потому что это не касается лично человека. Но к ним больше всего интерес, давай я расскажу. Давай тогда желтый и бирюзовый. Смотри, кто такие желтые? Желтый это уровень очень взрослого, даже такого уже может быть пожилого человека и у него появляются очень глобальные идеи, то есть когда мы маленькие, мы можем только о себе позаботиться и то нам сил на это не хватает. Подросток уже может там в группе людей существовать, когда ты становишься более старшим, у тебя масштаб твой больше. И вот желтые это масштаб планеты и это визионеры, которые хотят что-то изменить на всей планете. Да, например, они запускают там, ну вот появились компьютеры, это чисто желтая идея, которая взяла и поменяла мир. Там появились, не знаю, первые кроссовки в мире. Хоп, и мир изменился. Появились самолеты, мир изменился. Желтый это уровень визионеров, то есть они что-то привносят в мир. То, что везде распространяется, это нужно всем. И это новое. И их очень мало. Это такие сливки-сливки, уже совсем опытные древние ребята. И, конечно, они приходят уже очень готовыми и очень зрелыми. Они вызревают не в рамках одной жизни. Это просто ну как бы уже очень зрелые персонажи, которые приземляются здесь в тела детей и потом ищут как же реализовать здесь эти идеи. Они часто меняют мир не в лучшую сторону, то есть тираны тоже на желтом уровне, но желтые всегда уверены в своей правоте. То есть все тираны, которых ты можешь в истории встретить, тоже были уверены, что они делают благо. Они всегда были уверены, что надо делать так. И желтый достаточно опасный уровень, потому что если ты не созрел в плане какой-то этичности, этики, если у тебя зеленый незрелый, например, и ты вышел на желтый на масштаб, то ты станешь тираном. И если ты этический вызрел на зеленом, и ты ушел на желтый, то ты принесешь какое-нибудь супер благо. Например, нам, малышам, сложно рассуждать, правы они или нет, потому что мы сейчас не понимаем, Илон Маск прав, что он хочет полететь на Марс или нам это грозит, знаешь, войной с марсианами, которых мы просто там, не знаю, не видим сейчас, например. То есть, да, очень сложно прогнозировать, правы желтые или нет, потому что ему даже обсудить не с кем. Он настолько визионер, что такого не было, и ему очень сложно взвесить эту идею. Она безопасна, она, ну, в какую сторону что творит. И на желтом уровне не только позитивные визионеры, но и люди, которые приведут нас к глобальному краху в том числе. Это могут быть политики, которые какую-нибудь супер-кипеш, знаешь, заводят, и потом все, например, хором пострадали. Это Ганди, который всех там к миру какому-то всеобщему призывал. И их деятельность часто мы можем оценить сквозь время с разных позиций. То есть, например, там Сталин в момент казался всем вау, прошло 20 лет все-таки фу, Сталин, отстой, прошло еще 100 лет все-таки, да нет, вот смотрите, он хорошо сделал больше, чем плохого, снова вау, пройдет еще 20 лет, и все снова скажут, да нет, херня. То есть, мы можем желтых оценивать по-разному с течением времени. Их очень сложно оценить вообще даже в разрезе будущего времени. Но то, что они меняют мир 100%, очень мало их. То есть, если мы их сейчас с тобой начнем анализировать, в инфополе их мало, их очень много скрытых, которые что-то меняют, там, не знаю, там, вирусы, да, вот эта вся тема, нанотехнологии, крипта. И мы не можем с тобой в моменте сказать, это благо или не благо. Да, сейчас все такие криптоны. Крипта — это благо. Я такая, ну, посмотрим. Мы же не знаем. То есть, мы не знаем, как развернется. Мало ли что. И желтые идеи очень сложно оценить в моменте, потому что они гораздо больше, чем мы и по сознанию, и по временным рамкам. Они могут развиваться, скажем так, в большем промежутке даже, чем продолжительность нашей жизни человеческой. А вот бирюзовые... То есть, по факту, это люди, которые меняют нам мир. Да, они... К бирюзовым. Да. Бирюзовые самые интересные, потому что это, скажем так, тип организаций будущего. Это горизонтальные организации, да. То есть, сейчас мир держится на синих организациях, вертикальных. То, что есть младшие подчиненные, помощники-помощников, ассистенты-ассистенты, начальники, там, топы, да, и главы корпораций. А бирюзовые — это когда взяли вот это, вот так положили, все наравне. И там есть ключевое, что бирюзовую организацию можно только из взрослых собрать. Вот, потому что в бирюзовой организации каждый отвечает за свою работу, каждый сам ее себе придумывает, каждый сам ее делает, без того, что кто-то тебе скажет, что делать, или тебя проконтролирует. Это суперноваторско для нас, но, по идее, это просто идеальная система любого рынка. Все знают зоны своей ответственности, все знают зоны своей экспертности, и все соразмерно как-то вкладываются по силам, по возможностям, не отлынивая, потому что тебя никто не контролирует, от кого отлынивать. И никто не сидит на нелюбимом месте, потому что зачем границ нет, тебя никто не держит, ничего тебя не сковывает. Это очень соучастные организации, когда все пытаются быть соучастниками. На моем опыте синие и выше могут создать бирюзовую организацию. То есть синие как бы не очень понимают происходящее, но если их сильно не нагружать инфой, то они успокаиваются. Синие достаточно тревожные ребята. Красных невозможно держать в бирюзовой организации, они будут конкурировать. То есть фиолетовые никогда не могут прийти к мысли, что посторонние люди, которые с тобой кровной связью не связаны, настолько же значимы и ценны. И мы можем противопоставить бирюзовую организацию фиолетовой. Фиолетовые считают, что если ты кровный, даже если ты долбоеб, мудила и не знаю там отчебучил, кровный все равно наш. Ты можешь творить любую херню, по крови родственник, значит хороший. Ну то есть тебя все равно как-то стерпят и отобьют, и не знаю, помогут. Оранжевый наоборот, они такие, подождите, мои родные люди вообще приземлились в другие края света, они другого возраста, вот моя семья настоящая. Да, то есть это понимание родственности с людьми, которые никак с тобой не связаны по крови и которых ты просто нашел в пространстве. И по идее бирюза это такое, знаешь, семьи будущего. Неважно, это твоя семья, где ты детей растишь и мужа себе находишь, или это семья в виде каких-то тусовки друзей, или может быть это семья работа. То есть это все равно какой-то вид вот этих новых семей-организаций. Слушай, и если все подытожить, то мне хочется сказать, что самое главное в этой системе найти себя, на каком вы месте. То есть мы сейчас с Радой много об этом говорили, но мне хочется как-то так подвести итог этого разговора. Самое главное найти себя в этой спиральной динамике, понять на каком вы уровне и понять, для каких людей вы делаете продукт. Потому что в любом случае каждый из нас что-то делает для людей. Неважно, где вы находитесь, это инфобизнес или какая-то другая сфера, или вы доктор, или вы стюардесс или что-то еще. Не знаю, правда, стюардесса куда-то относится, но в любом случае все, что происходит в нашей жизни, можно свести к спиральной динамике. Туда же идут и отношения, и воспитание детей, и ваша реализация, и так далее. Мне, конечно, нравится история про бирюзовую организацию. Я знаю, что у тебя у самой есть компетенция об этом говорить, потому что твоя организация, она именно по такому принципу и создана. Поэтому рада тут не с потолка об этом рассказывать, а ты имеешь право об этом говорить, потому что твоя компания по косметике и твоя компания по поводу инфобизнеса, она именно так и устраивается. Да, из приятного и из бонусов, что я сейчас делаю, так я провожу бесплатные так называемые эфиры. Я вебинаром, наверное, не повернется, у меня язык это назвать, я потому что и разницы не знаю, никогда вебинары не проводила. И знаешь, что я поняла, что смотреть в записи материал круто. У меня много материалов про спиральную динамику, у меня очень много полезного контента, вы можете коснуться его в любой момент. Но знаешь, я начала замечать, что этот материал, он будто суше становится со временем, оттуда уходит энергия. И те материалы, которые я выкладывала даже год назад, я их смотрю, да, тот же хороший материал, но все равно вот знаешь, вот этого импульса уже нет. И я иногда делаю прямые эфиры живые, там, где можно, вот прямо в прямом касании, знаешь, потому что я вижу, что поле все-таки работает. И мы с тобой в записи выложим, это даст какой-то толчок, это даст какую-то энергию, это что-то внутри подвинет 100%, у всех будет что-то где-то вибрировать. Это я знаю, ну, я постоянно это делаю, мне все время люди пишут, боже, у меня там что-то где-то зажужжало. Но вот чтобы был вообще совсем вот этот коннект, мы делаем в том числе теперь и живые иногда касания, чтобы вот прям, знаешь, вот расхлопывались в моменте. Ну и плюс какие-то вопросы, понятно, что мы очень общие идем каждый раз, а материал нужно на каком-то узкопрофильном вопросе. То есть когда ты широко спрашиваешь, и ответы широкие. Когда какой-то маленький вопрос, там начинается глубина, и ты так это все раскрываешь, что люди понимают, вау, так это ювелирное искусство. То есть эта информация, как ювелирка, там такое все хирургически точное. Поэтому, конечно, да, можно прийти на бесплатный вебинар, послушать или семинар, эфир, как хотите. Супер, я тебя благодарю за такой щедрый подарок. Друзья, внизу под этим видео мы оставим ссылочку, где вы можете пройти, зарегистрироваться, да, и попасть уже на личный разбор к радио в режиме такого масштабного прямого эфира. Я считаю, что это суперкрутая возможность. Да, я думаю, что на сегодня мы дали достаточно полезного контента. Я тебя благодарю всегда. Как всегда, знаешь, вот эта изобилие из тебя идет, столько знаний, опыта, и мне очень приятно наблюдать, как и ты двигаешься, да, растешь, развиваешься. Мне очень ценно такой контакт, вообще такой коннект, и то, что мы имеем возможность с тобой разговаривать на такие темы, на большую аудиторию. Это действительно очень круто. И интересно, что будет следующее? Какой наш следующий шаг? Политика по спиральной динамике. Это следующее, что я собираюсь делать, потому что я соприкоснулась с миром политики, и там некоторые знают этот материал, и это приятно, потому что это правда важный софт. Без него очень сложно учитывать интересы разных прослоек. То есть люди называют прослойками эмоциональный возраст, а по факту это никакая не прослойка, это просто период. То есть люди не всегда будут в этом периоде, они перейдут в какой-то другой. И здесь нужно и государство сейчас в том числе строить, согласно тому, сколько у тебя классов, да, у тебя есть первоклассники, второклассники, третьеклассники. У них разные потребности, немножко разный материал на литературе, немножко разный материал по историям дают, понимаешь? И вот для государства в том числе это тоже важно, чтобы люди интегрировались в управленческие, ну, какие-то хотя бы резервы пока что. Я в резерве, например. Но я думаю, что это очень круто, потому что я очень хорошо понимаю политику с точки зрения спиральной динамики. Я понимаю, какая страна на каком периоде, что они будут дальше делать, потому что это очень прогнозируемо. И спиралка дает вот это спокойствие за будущее. То есть у меня вообще нет напряжения, боже, что будет дальше. Я прекрасно знаю, что будет дальше. Мы с тобой снимали на эту тему, помнишь, год назад видео, я тебе прямо прогнозировала, что будет следующее в политике в том числе. Кто-то, если найдет у тебя на канале, можете пересмотреть, там достаточно все точно и очень высокий процент того, что так и происходит. Вот, поэтому я надеюсь, что на эту тему мы с тобой когда-нибудь тоже поговорим, потому что я утвердилась в своей правоте, когда я в реальности пошла в эту сферу. Там тоже очень интересно, это все раскрывается, и это прикладное знание. Я тебе этого желаю и себе этого желаю встретиться нам в следующий раз в диалоге, где ты уже будешь политически значимой персоной, да, и уже будешь рассказывать, как ты уже повлияла на все происходящее в стране и, соответственно, в мире. Класс. Поэтому масштабных нам всем деяний, и до встречи. Счастливо. Спасибо тебе большое. Большое спасибо. И вам всем огромное спасибо за ваше внимание. До новых встреч.